Рейкс вернулся в отель к Ленчу, подождал, пока не ушел Портье, взял с его стола ключ от номера Альфреда Грэма. Поднявшись наверх, он положил пропуск на туалетный столик Грэма, создав таким образом иллюзию, будто его подобрала с пологорничными. Потом Рейкс спустился в холл, отдал ключ Портье, сказав, что ошибся и попросил свой собственный. В три часа он уже возвращался в Лондон. С тех пор, как Белль узнала, на что толкают Рейкса Бенсон и Мандель, ее терзали дурные предчувствия. Но боялась она не за себя. Пройдет мне еще немного времени, и Рейкс исчезнет навсегда. Пусть так, она привыкнет к одиночеству, научится жить с ним, но все равно Рейкс останется единственным мужчиной, которого она любила и будет любить. Другие ложились в ней в постель, пользовались ее телом, давали ей наслаждение, но никогда не входили в ее сердце по-настоящему. Она закурила сигарету и подумала, бедная Белль, ты заработала 20 тысяч фунтов и, не криви душой, за убийство собственного шефа. И тебе дадут еще в конце операции, но ведь на эти деньги ты не купишь и крошки того, чего действительно хочешь. Не крошки. В один прекрасный день Рейкс вычеркнет тебя из своей жизни, и ты не получишь от него даже рождественской открытки. Она услышала, как он открывает дверь, увидела, как в ходе в прихожую «Энди!» Воскликнула она и бросилась навстречу. Рейкс опустил чемодан, обнял ее, поцеловал. И внезапно впервые она подумала, что скрывается за этим поцелуем. Как будто его страсть, обнимающие ее руки, могли превозмочь его ненависть к ней. Рейкс отступил на шаг, улыбнулся. Около голубых глаз собрались морщинки и сказал, «Мне повезло». «Пока я звоню, приготовь-ка коктейль и побольше». Она пошла к бару. Он взял трубку, набрал номер и сказал, «Это Тони Эпплгейт. Я хочу встретиться с вами завтра. Позвоните мне домой». Когда Рейкс положил трубку, коктейль был уже готов. Он взял стакан и улыбнулся. «Я нашел тебе каюту. Сорок ноль четыре. Маленькую, но удобную». Рейкс отпил глоток и продолжил, «Знаешь, будь все по-другому, и лет пять-десять назад я бы, наверное, наслаждался этим делом». «Да-да, представь». Его снова встретил Бенсон. Но на этот раз не в рице, а в номере совой с окнами на темзу. На столе стояла ваза с алыми и желтыми гладиолусами, и было ясно, что сейчас, в начале марта, они выросли не на английской земле. Бенсон был в хорошо сшитом сером костюме, с маленькой аккуратной бабочкой и свободной золотой цепочкой на левой руке. Он еще никогда не казался Рейксу так сильно похожим на иностранца, как теперь. Хоть за спиной Бенсона и стоял незримо Мандель, а за спиной Манделя, возможно, целая армия людей, Рейкс бессознательно поставил себя выше Бенсона, командовал, а не подчинялся. Тот и улыбался, пусть и без враждебности, но иронически показывая, что заметил эту перемену. «Мы уже разработали план, но не настолько подробно, чтобы передать его вам», — сказал Рейкс. «И прежде чем идти дальше, надо кое-что выяснить». «Что именно?» «На судне будут только я и мисс Виккерс. Каюта нужна ей, а не мне. Лучше всего подходит 40.04, или каюта как можно ближе к этой, на четвертой палубе, с левой стороны». «На чье имя?» «На имя Белль Виккерс. Она получит визу и все выездные документы». «Каюта будет». «Я собираюсь снять золото с корабля через три или четыре часа после отплытия из Гавры. Если он пойдет со скоростью около 28 узлов, то будет севернее Нормандских островов. Точное время и координаты сообщу позже». «А теперь хотелось бы узнать, сможете ли вы достать приписанный к Франции вертолет?» «Мне не интересует его скорость, нужно только, чтобы дальность полета была не меньше 50 миль. На вертолете должна быть лебедка, чтобы он, зависнув над палубой, мог поднимать ящики со слитками. При скорости судна в 28 узлов и возможном ветре корабль замедлит ход и пойдет по ветру». «По вашему приказу?» «Улыбнулся Бенсон. Или по приказу капитана?» «Интересно бы узнать, как вам удастся склонить капитана на свою сторону?» «Всему свое время». «Мне нужно знать наибольшую скорость ветра, при которой опытный пилот вертолета справится с нашим заданием. Если ветер в ту ночь будет слишком сильным, операция сорвется». «А вы останетесь на борту без каюты? Как я понял, вы собираетесь улететь на вертолете?» «Об этом не стоит волноваться. Меня прикроют». «Я просто хочу узнать, сможете ли вы достать вертолет, организовать его тайный вылет из Франции, а потом посадку с золотом. Это не так уж сложно». «На вертолете полетит Бернерс. На корабле ему делать нечего. В вертолете должен быть еще один человек, чтобы поднимать с Бернерсом нагруженную сетку. Я хочу знать точную грузоподъемность машины. От этого зависит, сколько золота мы возьмем». «Мне кажется, имея на вертолете четверых мужчин, общим весом килограммов 300, вертолет поднимет тонну золота. Возможно, и больше. Я узнаю». «Восемьдесят слитков, минимум по 14 тысяч долларов за штуку, дадут нам». Бенсон откинул голову, прикрыл глаза, задумался над коротким расчетом. Рейкс смотрел на него, но размышлял не о цифрах. 25-фунтовые слитки напомнили ему, как однажды он прошагал целую милю с 20-фунтовым лососем на плече. Рейкс хорошо помнил его тяжесть, вспомнил, как хлистал ему в лицо ветер со снегом. «Дадут около полумиллиона фунтов». «Неплохо, правда?» «Ну а если мы продадим золото по 35 долларов за унцию, выше официальной цены американского казначейства, то выручим почти три четверти миллиона». «Сейчас меня больше интересует другое. Раз уж мы решили взять вертолет, я хочу испытать его. Нужно узнать, какой вес можно поднять лебедкой за раз. Сколько времени потребуется, чтобы поднять вдвоем полтонны, тонну или две. Вот почему я хочу, чтобы Бернерс побыстрее познакомился с вертолетом. Он все проверит и рассчитает. Сможете вы это устроить?» «Естественно. Но бизнес есть бизнес. Все за ваш счет. И еще одно. Что делать с Бернерсом после того, как золото прибудет во Францию?» Бернерс сам скажет, куда предпочит уехать. «Я же через три дня полечу в Англию, поэтому хочу получить въездную визу за две недели до возвращения на острова». «Это просто. Что передать мистеру Манделю о готовности плана?» «Сначала решим дело с вертолетом. Как только я узнаю, на что он способен, тогда и перейдем к деталям. Когда машина закрутится, время будет нашим главным соперником. Я хочу управиться на корабле за час максимум. Люди быстро привыкают к опасности. Они начинают думать, что у них улетучивается страх. И в конце концов они поступают на перекор логики». Провожая Рейкса до двери, Бенсон спросил. «Скажите, это дело вас увлекает хоть чуть-чуть?» «Нет». «Я работаю лишь потому, что меня вынудили. Если бы я был хозяином себе и придумал все сам, то, наверное, наслаждался бы. Но мне тошно подчиняться. Покажите мне того, кто никому не подчиняется. Такого зверя нет». Рейкс сел на поезд Брайтон и поехал к Бернерсу. Они провели три часа в уютной гостиной, обсуждали операцию. Работали, как всегда, брали черновой план, проходили его шаг за шагом, возражали друг другу, искали ошибки, определяли степень риска, переходили к следующему пункту только тогда, когда не оставалось противоречий к предыдущему. Если не хватало данных, чтобы принять решение, они искали способ их получить. Например, когда Белль зайдет на борт, Рейкс должен сопровождать ее по билету провожающего, который она достанет у морских властей. Но после ограбления, конечно, все обшарит, чтобы узнать, как Рейкс попал на корабль. Выяснится, что это или Заяц, или провожающий, который остался на борту. Если пропускал у провожающих собирают, то пропуска Рейкса, хотя он и будет на вымышленное имя, у них не окажется. А если они связаны с пассажирами, которые их заказывали, это приведет к Белль, чего быть не должно. Бернерс пообещал выяснить, как кунарские власти выдают пропуска, собирают ли их, когда провожающие уходят. Каждый шаг нес с собой такие вот загвоздки и бороться с ними задача Бернерса. «Самый простой способ часто оказывается самым надежным», сказал он. «Завтра я позвоню в кунард и обо всем расспрошу. Какая-нибудь секретарша охотно поболтает со мною и через час забудет о звонке. Они дают справки, как корову молоко». Рейкс понимал, что Бернерс прав. «Сведения получить легко. Главное, подогнать их к плану так, чтобы он ожил». В прошлом Рейкс наслаждался такой работой, и еще больше ему нравилось переходить от действий на бумаги к непосредственным. Но теперь Рейкс раздражала одна только мысль, что он действует не по собственной воле. «Как бы я хотел избежать этого», с горечью произнес он. «Найти бы способ выпутаться». Бернерс удивленно посмотрел на него. «Зачем?» «Вдвоем мы все уладим. Подумайте о деньгах, которые нам обещают. Вот взгляните». Он взял с отала Таймс и протянул Рейксу. «На развороте будет сфотографирован обеденный сервиз из 96 предметов, проданный с аукциона за 21 500 геней. Разве вы не желаете позволить себе что-нибудь подобное? Я был на аукционе. Превосходный сервиз. Превосходный. Расписан голубой и розовой глазурью, украшен цветами, птицами и виноградными лозами. Вот что можно купить за настоящие деньги. Простой смертный даже не мечтает о таком. И я готов рисковать ради этого». «Не забывайте, что рисковать вас заставляют. Не все ли равно, лишь бы дело сулило деньги? Через неделю к Рейксу пришел Бенсон. «Мы решили, что самой подходящей машиной будет Белл-205А», сказал он. «Американский вертолет, но выпускается по лицензии в Италии, так что достать его нетрудно. Вот его характеристики». Он потянул «У Рейкса отпечатан на машинке листок». Когда Рейкс прочитал, Бенсон сказал, «Грузоподъемность одна тонна двести. Но это в случае, когда в кабине только пилот. У нас же, помимо пилота, в начале операции будут еще два человека, а в конце три вместе с вами. То есть вес груза надо уменьшить примерно до тонны. Дальность полета пятьсот двадцать километров. Но если не лететь все эти пятьсот двадцать, можно взять немного меньше бензина, а значит побольше груза. Во всяком случае, когда вас поднимут на вертолет, какая-то часть топлива уже сгорит». «Нам понадобится все пятьсот двадцать километров». «Вы можете без труда достать такую машину?» Бенсон улыбнулся. «Для подобного дела мы можем достать все». «А лебедка?» «На крыше вертолета с правой стороны есть лебедка со стрелой. Ею управляют пилот или оператор. Когда груз попадет в вертолет, стрелу сложат внутрь. Лебедка поднимает двести пятьдесят килограммов со скоростью тридцать метров в минуту». «Кажется, вы выполнили домашнее задание на славу». «Я бы не пришел, ничего не сделав». «Значит, двести пятьдесят». «За четыре раза в тонну. Найдите укрытие для вертолета и сделайте несколько пробных подъемов, чтобы Бернерс засек время». «Сделаем. Мистер Мандель хотел бы услышать непосредственно от вас весь план операции. Когда вы будете готовы?» «Примерно через неделю. Я сообщу. Кто такие пилот и этот третий?» «За них не беспокойтесь. Это люди, которые давно работают на нас. Они не узнают ни вашего имени, ни имени Бернерста. Но даже если бы они знали вас, вам все равно ничего бы не угрожало. Никто в нашем деле не выдает секретой безнаказанно, поэтому у нас не болтают вообще. Так должно быть и в обычной жизни, но увы». «Бенсон уже ушел, Белли еще не вернулась». Рейхс налил виски с тела у окна и взял утреннюю газету, которую еще не открывал. Почти сразу же он увидел заголовок. «2 мая первый рейс Ке-2». Вчера в Нью-Йорке президент компании Кунард Сэр Безель Смолпайс заявил, что океанский лайнер Королевы Елизавета-2 совершит свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 2 мая, то есть через несколько дней после окончания испытаний турбин. Компания надеется, что судно 29 раз пересечет Атлантику с мая до ноября и совершит четыре круиза из Нью-Йорка на Карибские острова. Кунард в начале апреля отправит корабль в последний пробный рейс до островов Зеленого мыса. Когда лайнер снова выйдет в море, причин для беспокойства не останется. Рейхс отхлебнул глоток виски. Появятся причины для беспокойства. На вертолете прилетит Бернерс. Он более чем выполнит обещания, данные уважаемым пассажирам. Судно станет образцом мастерства корабелов, которые когда-либо видел мир. Ну что ж, если лайнер выполнит те обещания, какие дал себе он, уважаемый, но безбилетный пассажир, этого будет достаточно. Начался март. Оставалось два месяца. Еще так долго ждать. Обычно терпеливый Рейхс понимал, что это будут два долгих, трудных для него месяца. Открылась дверь, вошла Белль, неся полные руки покупок. Она бросила их кресло и сказала, «Энди, я вдруг поняла, что богато. 20 тысяч фунтов от царлинга не должны гнить дома», и я пошла по магазинам. И знаешь, что самое странное? У парфюмерного отдела мне вдруг захотелось что-нибудь стянуть. Я взял бутылочку с эстенцией для ванн и чуть, бог мой, чуть не засунул ее в сумочку. Странно, правда, ведь столько лет прошло. Рейхс вдруг рассердился. Это не только странно, но и чертовски опасно, сказал он и встал. Ведь тебя могут схватить, неизвестно, чем все обернется. Но я ничего не украл и не думай об этом, слышишь? Он с яростью схватил ее за руку. О, Энди, не надо злиться. Конечно, я не сделаю этого, обещаю тебе. Она повернулась к бару. Боже, мне надо выпить, я так устал. Рейхс смотрел ей в затылок, следил за ее движениями и думал, два месяца. Два месяца, прежде чем можно будет выйти из игры и покончить со всем этим. Он подошел к Белль, провел по ее бедрам, поцеловал в шею. Еще два месяца ему придется играть эту роль. Прости, сказал он, я не сдержался. но ты же знаешь, что сейчас поставлено на карту все. Рейхс повернул ее к себе, поцеловал, сразу почувствовав ответную нежность и подумал, вот я целую ее, ласкаю, но так же легко могу и убить. Тот же самый номер в Савоге. В вазе на этот раз гвоздики, большие алые головки на высоких жестких стеблях. Мандали сидит на стуле с прямой спинкой, сложив руки на коленях, он кажется притаившимся коршуном, не спускает глаз Рейхса. Тот стоит у окна. Бенсон развалился в кресле и забавляется одним из своих золотых колец. Бернерс в серых брюках, замшевом пиджаке и коричневых башмаках скромно сидит за столом. Солнечные блики за окном переливаются на воде Темзы. Насколько нам известно, сказал Рейхс, первый трансатлантический рейс К-2 начнется 2 мая. В Нью-Йорк корабль прибудет седьмого числа. В спец каюте повезут золотые слитки. Рейхс взглянул на Мандаля. Я слышал золото из Лондона вывозят в основном на самолетах. Некоторая часть всегда идет морем, а сейчас, поскольку рейс первый, большинство торговцев золотом отправят слитки на этом соудни соображений престижа. Сколько там будет золота, как вы думаете? Больше, чем вы сможете поднять. На губах Мандаля мелькнула усмешка. Часть золота под хорошим прикрытием будет нашей, так что мы заработаем еще и на страховке, из которой нам принадлежит 75%. Да. Рейкс заметил, как Бернерс чуть-чуть повел плечами, когда Мандаль уронил свое «Да». Отлично. Задача поднять хотя бы тонну. Лебедка вертолета рассчитана на 600 фунтов, 24 крупных слитка. По моим грубым расчетам, чтобы переправить их из спецкаюты на вертолет, нужно полтора часа. Бернерс узнает время точнее, когда испытает машину. Я думаю, нам хватит четырех подъемов. И даже настаиваю на этом. Ведь мне придется держать под прицелом не только капитана, но и некоторых членов команды. Если операции затянутся, они не устоят перед искушением выкинуть какую-нибудь глупость. Вы согласны? Нам вполне хватит и четырех забросов в сети. Хорошо. Корабль отправится из Саутгемптона около полудни и пойдет в Гавр. Он должен прибыть туда не позже восьми тридцати вечера того же дня. По Ла-Маншу судно пойдет быстрее и к часу ночи будет в ста милях от Гавра на столе карты. Я отметил положение судна при скорости двадцать, двадцать пять и тридцать пять миль в час. Вертолета будет нетрудно его обнаружить. Следуя общим наметкам, я буду на палубе уже в полночь. Бернерс заметит судно с воздуха и даст ракету. После того, как я припру капитана к стенке, с корабля ответят ракеты. Потом, когда первые слитки вынесут на палубу, с корабля последует новый сигнал две ракеты, чтобы вертолет спускал сеть. Кто подаст сигнал из корабля? спросил Бенсон. Кто нибудь из команды? Из моей ракетницы. Когда последний слиток попадет вертолет, поднимут меня и мы полетим на базу. Нашей безопасностью во Франции занимается Бернерс вместе с вашими людьми. Покинуть корабль несложно. Но как только мы улетим, экипаж свяжется с берегом и поднимет на ноги и английские и французские власти. Вертолет без груза развивает скорость до километров в час. Думаю, у нас будет не больше двух часов, чтобы покинуть французскую базу. Рейкс взглянул на Манделя. Но если Бернерс будет чем-нибудь недоволен, мы отменим операцию. Ему все понравится, последовал ответ. Продолжайте дальше. А что будет на самом корабле? Для Белли Виккерс на ее собственное имя заказано каюта номер 40 04. Я поднимусь на корабль вместе с ней в Саутгэмптоне по билету провожающего. Списка этих билетов нет. Их никто не собирает, когда провожающие сходят на землю. Поэтому проследить, кто остался на борту, невозможно. До Гавра я отсижусь в каюте Мисс Виккерс. В Гавре мне понадобится сводка погоды. Почти невозможно поднять груз на вертолет при скорости ветра в 50 миль в час. Сложный при 40. По морской терминологии такой ветер считается штормовым. Если прогноз покажет сильный ветер, операцию придется отменить, а мне сойти на берег. Мисс Виккерс поплывет в Нью-Йорк. Но потом мы попробуем снова. Закончил за него Мандель. Неужели? Да. По крайней мере однажды. Лезть в петлю я тоже не хочу. Но еще раз попробовать стоит. Если и тогда ничего не выйдет, ну что ж, нам останется только смириться, забыть и об операции, и друг о друге. Однако продолжайте. Допустим, с погодой нам повезло. Обычно в первую ночь пассажиры ложатся спать довольно рано. Во время ночной вахты с двенадцати до четырех капитана в рубке видимо не будет. Я пойду к нему в каюту, как только получу сигнал с вертолета. Мы поговорим, и он сделает именно то, чего хочу я. Прикажет развернуть корабль по ветру и избавить ход. Один из офицеров даст ракету, уведомив тем самым Бернарса, что все идет нормально. Потом капитан прикажет доставить слитки на палубу. И две ракеты сообща, что золото можно перегружать на вертолет. Четыре раза сеть поднимается с золотом, на пятой со мной. Вот и все. Это в общих чертах. Мандель встал, дернулся, снова напомнив Рейксу коршу, на который отряхивает перья. Объясните, как вы собираетесь заставить капитана подчиниться? Рейкс подошел к серванту, где на серебряном подносе стояло спиртное, взял бутылку бренди и графин содовый. Не оборачиваясь, он ответил, Серлинг вынудил меня украсть несколько газовых гранат из армейского склада из запасов для борьбы с демонстрантами. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что на открытом воздухе они вызывают мгновенный паралич и потерю сознания, а в помещении смерть. Не проверял. Когда я пойду к капитану, они будут у мисс Викерс. Я объясню капитану, что если он не выполнит моих приказов, мой сообщник пройдет через танцзал кафетерии ночной клуб и оставит там по капсуле. Кошмар, вмешался Бенсон, но, как я вижу, шахт необходимый. Никто не умрет. Ведь капитан должен не только управлять кораблем, но и заботиться о безопасности пассажиров. Он рисковать не станет. А вдруг все-таки откажется. Неужели мисс Викерс взорвет капсулы? Взорвет. Если через полчаса после того, как я уйду к капитану, спал бы не взлетит ракета. Я просто не смогу ее остановить. Но готова ли она к этому? Бенсон налил стакан воды. Бернарс, склонив голову, неподвижно сидел за столом и разглядывал свои руки. Да. Но взрывать гранаты не понадобится. На том держится наш план. Если бы я хоть секунду сомневался в капитане, то и связываться с золотом не стал бы. Вы принудили меня, и я работаю. Не хочу, но делаю, и вы знаете, что сделаю. Капитан окажется в таком же дурацком положении, ему придется подчиниться. Ни один разумный человек на его месте не станет рисковать жизнями двадцати, а может и пятидесяти пассажиров, чтобы спасти груз золотых слитков. Продать людей за золото? Да его проклянут за такое. Мандель провел пальцем по длинному носу и сказал, не сомневаюсь, что вы правы и играете наверняка. Однако у меня есть кое-какие вопросы. Сможет ли мисс Викерс увидеть ракету, которую пошлют из рубки? Да. Ведь она будет на палубе. Увидев ракету, она выбросит капсулы за борт, поднимется наверх и пойдет в большую смотровую каюту. Туда пускают всех. Она проследит за операцией до конца. Как вы попадете к капитану? Пойду и все. На палубе есть дверь, ведущая в офицерские каюты. Вход не охраняется. Но если кто-то попытается остановить меня, его придется убрать. У вас будет оружие, разумеется. Гранаты, ракетницы с патронами и пистолет. Не так-то просто пронести все это на корабль. В пальто с большими карманами? Элементарно. А вдруг дело осложнится тем, что кто-нибудь возьмет, да и не подчинится капитану? Мисс Викерс к тому времени уже выбросит капсулы. С ней все будет в порядке, ее не найдут, они ничего не узнают, а вы останетесь на корабле козлом отпущения и не видать вам вашего Альвартона, как своих ушей. Я был бы круглым дураком, если бы не подумал об этом. Конечно, меня могут оставить на бабах и ничего тут не попишешь. Собираясь на дело, я поставлю в паспорте американскую въездную визу. Она будет моим последним шансом. Тогда мне придется скрываться у мисс Викерс в надежде добраться до Нью-Йорка. Однако, если вы считаете с такой возможностью беспокоитесь, что ж, самое разумное отменить всю операцию, я буду только рад. Неужели я вам так дорог? Мандель пожал плечами. Нет. Но на всякий случай нужно обыграть и такой вариант. Вы беспокоитесь, что я могу заговорить, пытаясь облегчить свою участь? Мандель и глазом не моргнул. По-моему, вам не удастся нас предать. Чтобы выдать человека, нужно назвать хотя бы его настоящее имя, адрес. Так или иначе, вы не собираетесь передавать Бернерса или мисс Викерс. В общем, это праздный вопрос. Мне кажется, вы не станете спасать свою жизнь таким способом. Если что-то случится и вы окажетесь у них в руках, вам остается только одно пистолет. И, думаю, вы знаете, что с ним делать, не так ли? Может быть. Рейкс в мыслях у него не было сомнений насчет этого может быть. Обдумывая в последнее время план, он часто останавливался у этого пункта. Каждая операция должна предусматривать возможность неудачи. Рейкс давно уже понял, если такое случится, у него не останется ничего, ничего из того, что дорого ему сейчас. Несколько месяцев назад, когда они с Бернерсом отошли от дел, он думал точно так же. Увидев на пороге своего дома полицию, Рейкс застрелился бы. Если на корабле дело сорвется и надежды на свободу не будет, он сделает то же самое. Бернерс встал и заговорил впервые за весь вечер. Провала быть не может. При определенных обстоятельствах поведения людей можно предсказать. И это ключ ко всему. Операция сразу же пойдет как по маслу, потому что за ней будет стоять власть капитана. «И давайте поставим на этом точку». Он взглянул на Бенсона. «Когда лучше приехать во Францию и поработать с вертолетом?» «Через две недели все будет готово. Не можем же мы просто сходить в магазин и купить вертолет? для для такого дела во всяком случае. Дом в Британии тоже так просто не снимешь. Но у нас много времени. Еще не кончился март». Рейхс отвернулся и смотрел в окно. На реку. На машины, снующие по набережной. Черноголовые чайки рылись в грязи. Голуби ворковали над коричневой водой в расселенных мостах от Рулау. Он вдруг ясно вспомнил речку. Вспомнил, как форель, раскрыв пасть, выпрыгивает из воды и хватает мошку. Мандель подошел к Рейхсу со словами. «Неплохой план. Я уверен, он сработает. Вам, конечно, будет труднее всего, но я верю в вас, как в самого себя. Поверьте, мне очень жаль, что все так получилось». «Мандель, я здесь помимо своей воли. Поэтому не стоит меня утешать. Если я должен работать с вами, это вовсе не значит, что я должен вас любить. Я сделаю все. Довольствуйтесь этим». Через два дня Рейхс уехал в Деван. В Лондоне пока делать было нечего. Паспорт в порядке. Визу в американском посольстве он получил. Белли не хотела, чтобы он уезжал, но Рейхс сказал, что нужно забрать гранаты и уладить кое-какие дела в Альвартоне. Да и вообще он хотел пожить один, без Белли, поэтому все равно бы уехал. Сезон охоты на лосося открывался первого числа, а на Форель пятнадцатого. Первые три дня он провел на реке. Мысли о Манделе и королеве Елизавете Второй покидали его на целые часы. Из любезности он позвонил Мэри, но ему сказали, что она еще не вернулась. Почти все вечера Рейхс проводил в одиночестве. Его приглашали к себе, но он отказывался. Большинство знакомых уже знали о разрыве с Мэри, и Рейхс догадывался, что почти на каждую чашку чая, куда его приглашали, подбиралась подходящая пара. Он не интересовался женщинами, знал, что у него не будет никого, пока не кончится операция с золотом. Теперь он честно, хотя и со слабеющим негодованием признавался себе, что попал в ловушку, что его заставят фиглярничать, пока хозяин не удовлетворится. А когда его отпустят, он получит неполную свободу, другую, обманчивую, дающую ему все, кроме железной безопасности, вкус которой, как ему однажды казалось, он уже познал. Ну что ж, он сможет жить и так? Но иногда Рейкс, помимо воли, рассуждал о Бенсоне и Манделе, искал способы избавиться от них, хотя и понимал свое бессилие. И тогда он еще острее чувствовал, что попал в мышеловку. Именно тогда он напивался в одиночку, а иногда в полном отчаянии уходил из дома и ночами бродил вокруг. От него ни на шаг не отступали мечты о том, как он убьет Бенсона и Манделя и спасется. Но их всегда перебивал здравый смысл, заставляя признать, что спасения нет. Сарлинг дурак, слишком самонадеянный дурак. Он сам накликал на себя смерть. А Бенсон и Мандель хорошо прикрылись. И ему приходится подчиняться их логике. Много лет назад он сам выбрал путь, который давал будущей жизни без страха лишь один шанс из миллиона. Раньше Рейкс считал, что этот шанс выпал ему, но теперь выяснялось другое. Шли дни. И порою, позабыв о Манделе и Бенсоне, ему даже нравилось размышлять о корабле, о том неизбежном часе, когда он, стоя на палубе выложенного плитками бассейна, увидев в темноте ракету, упущенную с вертолета, подойдет к офицерским апартаменту. Вот он открывает дверь, и обстановка капитанской койоты встает у него перед глазами. Рейкс пытался угадать, каким увидит капитана, выйдет ли он в одной рубашке из спальни, или будет сидеть за письменным столом, или может отдыхать в кресле с ночным колпаком в руках. Рейкс видел и слышал, как разговаривает с ним, и хотя до операции оставалось еще несколько недель, в нем уже появилось то нервное напряжение, которое, как он знал, исчезнет во время самой операции. Когда с вертолета взовьется ракета, все чувства отступят прочь. Но по ночам, когда по стене крался лунный луч, а у изголовья тиков будильник, он вновь отчаивался. Раньше работа с Бернерсом доставляла ему удовольствие, он командовал, забавлялся рыбой, которая жадно заглатывала наживку, от всей души радовался, что умножил капиталы, и Альвертон стал ближе еще на шаг. Теперь он чувствует себя лишним. Работал над планом из-под палки, был далеко не хозяином самому себе, а раз настоящей радости успех не принесет, то наплевать ему и на деньги. В нем, видимо, играла кровь предков. Отвращение к тому, что придется ограбить прекрасный корабль, да еще в самом первом рейсе не отступало. Это же кощунство. Нарушение всех традиций, грязное оскорбление капитана и его корабля. А остальным все равно. Бенсона и Манделя заботят только золото и выгоды от его подпольной продажи. Бернерс, как Рейхс, не раскусил его раньше, просто жаден. Он никогда не хотел уйти от дел и всегда будет стремиться к большему, чем имеет, чтобы утолить жажду к безделушкам. Ему, видимо, начхать, что их вынуждают грабить корабль. Даже Белль не против, а примечиво считает, что так Рейхс дольше пробудет с ней. Боже, что за люди! И тут он расхохотался над собой в темноте спальни. А кто он сам? Что возвышает его над ними? Одно только желание стать свободным, больше в свое оправдание Рейхс не смог сказать ничего. В конце месяца позвонила Белль, сказала, что Бернос вернулся из Франции и хочет встретиться. Рейхс собрался, взял с собой семь газовых гранат. Он приехал как раз перед завтраком, и Белль была дома. Она припала к нему, словно не видела целый год. Он, будто разлука освежил его чувства, держал ее в объятиях, целовал, ласкал ее наполняет счастье. Обнимая ее, он ощутил волнение и, позабыв обо всем, увел ее в спальню. Все остальное, говорил себе Рейхс, разочаровала бы Белль, но понимала, что не договаривает. Он внезапно ощутил, что хочет ее, просто как женщина. Пока Рейхс распаковывал чемодан, она приготовила ему выпить и, повернувшись, увидела, что он запер в сейф шесть капсул, оставив одну на столе. Это зачем, Энди? спросила она. Ты повезешь меня до Брайтона. По пути мы остановимся где-нибудь в лесу, и я научу тебя, как с ними обращаться. Белль медленно опустила стакан на стол. Значит, и вправду так может случиться? Возможно. А как же как же то, что мы сделали раньше, ты не забыл о Сарлинге? Не забыл, но в общем тогда все было по-другому. Нет, Энди, убийство есть убийство, это смерть. Он улыбнулся, подошел к ней и взял стакан. Заруби себе на носу. Если я говорю, что они нам не понадобятся, значит, так и будет. не понадобятся, потому что наш план сработает. Но пойми, нельзя идти на такое дело, не веря в свои угрозы. Капитан должен понять, что каждое слово сказано всерьез, а ведь мне действительно будет не до шуток. Так же точно и ты будешь стоять на палубе, зная, что если операция сорвется, ты сделаешь все, что тебе приказано. Только так мы сможем добиться успеха. Если у нас не будет веры в собственные силы, тогда конец. Хочешь выжить? Готовься убивать. Ты же обещал, что мне не придется их взрывать. Конечно, обещал, терпеливо объяснял Рейкс. Но, поднимаясь к капитану, я должен твердо знать, что при необходимости ты взорвешь их. Только это придаст силы моим словам, ведь ложь раскусит и осел, понимаешь? Ну, я думаю, да. тогда тебе нужно знать, как они работают, верно? Ну, да, да, думаю, да. Вот мы и возьмем с собой одну, чтобы ты могла потренироваться. Рейкс отвернулся от нее, не выпуская из рук стакана. Несколько минут назад он овладел ею, и теперь пытался подавить гнев. Ну, да, да, я думаю, да, как она спотыкается, когда лицом к лицу сталкивается жизнь. Живет сказочно, мне скорее, в ужасном, зловещем, фантастическом мире, и занимается там кошмарными делами. Она и воровала, и чеки подделывала, помогала убить Сарлинга, первое мгновение пугалась, а потом, спустя несколько часов или дней, забывала обо всем. Но только для того, чтобы ужасаться и пугаться снова при столкновении с правдой о самой себе. Если дело обернется провалом, она взорвет капсулы. Сделает это послушно, не рассуждая. Она любит его и сделает все, что скажет Энди, поверит каждому его слову. И если ей придется вступить в игру и погубить людей, она забудет о них, не успев сойти с корабля в Нью-Йорке. Тебе нечего бояться, улыбнулся Рейкс. Что бы ни случилось, никто не тронет тебя, не найдет связи между нами. Ты или выбросишь гранаты за борт, или осторожно оставишь в тех местах, которые я укажу, потом вернешься в каюту и забудешь обо мне. Тебя ни в чем не заподозрят. Рейкс не вполне верил своим словам. Ведь если дело сорвется, сразу же начнется дознание, что может в конце концов привести к Белль, но тогда ему уже будет не до нее, ему будет все равно. После обеда Белль повезла Рейкса в Брайтон. Они сделали небольшой крюк, остановились там, где дорога огибала Эндоунский лес, и углубили с него ярдов на 200. Рейкс показал, как взрывать гранату, Белль бросила ее в заросли вереска. Послышался негромкий хлопок. В Брайтоне она высадила Рейкса у дома Бернерса, сама же поехала ждать к морю. Бернерс ждал Рейкса с полным отчетом об испытаниях вертолета и подробностями о французской стороне дела. Оказалось, нужны две сети. Одна поднимается вверх, оцепляется, а другую тем временем сбрасывает на корабль. Золото с палубы и самого Рейкса можно без труда поднять за 40 минут. Пусть на предварительный разговор с капитаном уйдет полчаса, пусть на то, чтобы доставить слитки на палубу еще полчаса, в общем, операция займет час 40. Мы наверняка уложимся в 40 минут. Закончил Бернерс. Вам останется час. Как вы на это смотрите? Считаю, что времени у меня в обрез. Переправить золото из спецкаюты в лифт это просто, а вот перенести его по правому борту на бак уже сложно. Но 100 минут хватит. Может уложимся и быстрее. Надеюсь на это. Как дела во Франции? После посадки обо всем позаботится Бенсон. Мы с вами разойдемся и точка. Он нашел на Брестском полуострове местечко под названием Шато-Мириа. Это не вдалеке от города Лаудак. Сколько оттуда до того места, где окажется корабль между полуночью и часом? По вашим подсчетам, он пройдет в 10-15 милях к северо-востоку от острова Эндерни в Ла-Манше. Получается 250 миль в оба конца. Но вертолет будет висеть над кораблем 40 минут, значит придется заправляться до отказа. На выходные снова съезжу во Францию, мы полетаем для пробы, все перепроверим. У Манделя неплохая организация, да и Бенсон даром времени не теряет. Бернерс и не пытался скрыть своего восхищения. Надо сказать, когда работаешь с такими деньгами, какие есть у них, все идет очень гладко. Если вы снова захотите работать с ними, сообщите мне, ответил Рейкс. Бернерс потер ладони восьму. Ну, если бы у меня кончались деньги, я бы не отказался. Давайте начистоту. Эти люди ни в чем не стесняют нас и не скупятся. На их месте я не долганам 75 процентов, при таком барыше хватило бы и 30. Мне бы хватило перерезать им глотки, если бы в этом был какой-нибудь смысл. Да, но раз мы не можем себе такого позволить, так почему не выжить из операции и все остаться довольными? Кто полетит с вами? Пока я видел только летчика. Третий появится за день до операции. Бернерс встал и подошел к окну. Быстро спускали сумерки. Море казалось стальным под низкими тучами. Стоя спиной Крэйксу он сказал «Я никогда не предлагал и вы никогда не просили меня быть на корабле вместо вас, но знайте, я сделаю это, если понадобится. Сделаю не задумываясь. Думаете, не справлюсь? Уверен, что справитесь. Но впереди всегда стоял я. А почему вы спрашиваете?» Бернерс повернулся лицом к Крэйксу. «Друг с другом мы можем быть откровеннее, чем с кем бы то ни было. Корабль самое главное и самое опасное место. Ведь даже лучший план в мире может сорваться. Я помню, давным-давно мы решили не говорить об этом», задохнул он, «но давайте хоть на миг предположим провал». «Что вы тогда сделаете?» «Если операция сорвется?» «Да». «Если меня припрут к стенке, тогда все, мне конец. Вы же сами знаете, что я сделаю, об этом я говорил всегда. Может случиться и так, что мы уйдем золотом, но без вас. Вот почему я завел этот разговор. Мне может оказаться ваша доля, а ведь я ничего не знаю о вас. Кому бы вы хотели ее передать? Я мог бы об этом позаботиться? «Спасибо, но у меня никого нет. Простите, я только пытаюсь предусмотреть все. Не очень приятно, конечно, но раз...» Рейкст улыбнулся. Ему вдруг захотелось поблагодарить Бернерса. «Может, он и жаден, но, боже мой, разве в этом дело? Долгие годы они работали вместе, эти годы сблизили их, связали их отношения так, что те во многом стали сильнее дружбы». Он сказал, «Просто прилетайте на вертолете, пускайте, когда нужно свою ракету, да и все. Ставки сейчас выше, чем раньше, но остальное, как всегда, мы вновь будем двигать людей, словно это пешки. Вы и я и совсем небольшая помощь сверху. Никто уже не сможет рассказать нам ничего нового о людях». Ту ночь он провел в спальне Белль, а через три дня уехал в Деван. А еще через день Белль поняла, что беременна уже почти два месяца. Она сидела на кухне и смотрела на нетронутую чашку кофе, стоявшую на столе. Кофе покрылся грязной серовато-коричневой пленкой. Белль стряхнула в чашку пепел сигареты. Пенка медленно свернулась под его тяжестью, исчезла, закрылась как зонтик. «Старая добрая Белль», думала она, «вечно с тобой что-нибудь дослучится, причем такое, отчего совсем не хочется петь и плясать». Она думала, что переволновалась из-за всей этой кутерьмы, вот месячные и задержались, но доктор был категоричен, у нее будет ребенок, его ребенок. неудивительно, если вспомнить, как бурно он иногда проводил с нею ночи. Любой женщине этого хватило бы за глаза, но что же ей-то делать, сказать ему? В конце концов, а вдруг он захочет ребенка, может даже... Нет, он никогда не женится на ней из-за этого. Они так не договаривались. Он ее по-своему любит, она уверена, но совсем не так, как она его. У нее есть деньги, он не запретит ей рожать, если она захочет, но хочешь ли ты, Белль? Она закурила новую сигарету и попыталась представить себя матерью. Вот она незамужняя, возится с ребенком. Да, это будет ей в новинку, хотя почему бы и нет? Когда начнешь думать об этом, когда поймешь, что живет внутри тебя, тогда и утешишься. Ребенок, его ребенок. Даже если она потеряет Рейкса, его кусочек останется с ней навсегда. А Рейкса она потеряет. Уж это точно. Сейчас он с ней только потому, что другого выхода нет, но кончится это дело с кораблем, и он исчезнет. Наверное, немало женщин теряют возлюбленных и в утешении остается с их детьми. Хочет ли она этого? Хочет ли ребенка, который всегда будет напоминать о нем? Когда он уйдет, лучше, пожалуй, сжечь все мосты. Склони голову Белли, постарайся его забыть. Освободи от него и сердце, и мысли, и завали их первым попавшимся хламом. Белли встала и пошла на балкон. Там на столе Рейкс оставил номер Филд. Это его жизнь, и никогда ей туда не войти. Он теперь там, в проклятом своем Девоне, и ни на миг не вспомнит обо мне, думала она, стреляет да рыбачит. Деревня пугала ее. Если Белли шла полем, и корова поворачивала к ней голову, она думала, что это бык. Иногда по вечерам, немного выпив, Рейкс рассказывала о жизни на лоне природы, о реке, но ей почему-то казалось, что на самом деле он рассказывает не для нее, а беседует сам с собой, вспоминает слух то, что по-настоящему любит. Белль к этому ряду не причислялась. Он брал ее тело, наслаждался им, но тут она печально улыбалась, делал это как альпинист, перед которым скала, куда нужно забраться. А теперь Белль беременна. И до королевы Елизаветы два остался всего месяц. Мисс Белль Викерс, незамужняя мать, если она не избавится от ребенка, сядет на корабль, отплывающий Нью-Йорк, и в первую же ночь выйдет на палубу, держа в руках сумку с проклятыми гранатами. Если придется, она даже взорвет их, потому что воля изменяет ей там, где речь идет о нем. Так было всегда. Ей всегда говорили, что нужно сделать, и она подчинялась. Еще с тех пор, когда взялась за двухфунтовый мешочек с пудрой или чем-то еще. Будь у нее ум, она поступила бы сейчас совсем по-другому, собралась бы, пока его нет, уехала, спряталась бы где-нибудь, нашла бы себе дом на севере Англии, забыла весь этот кошмар. Вот что ей надо сделать. На это есть и время, и деньги. Но она знала, что никогда не поступит так. Придет час, и она поднимется на корабль, и наперекор всему будет надеяться, что в один прекрасный день он обнимет ее саму, а не одно ее тело, прижмет к себе и скажет, что был глуп и слеп, и что она единственная для него на всем свете. Чепуха. Совсем как в дешевом кино. Неуверенное начало, куча непонимания на цветной пленке, но любовь, разумеется, побеждает, и фильм кончается объятиями крупным планом. Ну, а почему нет? Боже мой, ведь это иногда случается, кому-то должен все-таки выпасть счастливый билет, так почему не есть. Иногда Белли верила в это, иногда нет, но полностью отрицать не могла. Надежда бессмертна Белли. И вот ты носишь под сердцем его ребенка, до телефона два шага стоит только протянуть руку, поговорить с ним, рассказать. Ну, чужая душа потемки. Может, ребенок самое главное для него, может, он так обрадуется, что прибежит к ней с цветами, переполненный счастливыми планами. Может такое быть? Нет. Ни за что на свете. Она подошла к бару, потянулась за Брэнди, но передумала и налила большой стакан длина, разрушителя материнства. Она уже подняла его к губам и опять передумала. От Джин она просто опьянеет, заработает тяжелые похмелья, так бывало всегда. Белль села в кресло, еще немного подумала о своих невзгодах и через несколько минут забыла о них. Вот в чем ее беда. Хотя в жизни больше черного, чем белого, она не может долго смотреть на черную сторону. А может до нее ничего не доходит и она неправильно его понимает? Может он пока нарочно не выказывает своих истинных чувств, кроме как в постели. Но разве этого мало? Сгорая от страсти, он шептал ей что-либо ласковое или грубое, но всегда то, что ей нравилось. Она замечталась. У него есть дом, куда он собирается переехать. Почему же ей не поехать вместе с вместе с их ребенком? Все будет в порядке. Она полюбит деревню, ведь она со вкусом одевается и не ведет себя как шлюха, черт возьми. Она привыкнет подчиниться любым его прихотям. Добрая мать, хорошая хозяйка по воскресеньям церковь, научится играть в бридж, ездить на лошади, о боже, только не это. Быть доброй женой, да, и женой, помимо всего прочего. Если он женится на другой, та всю жизнь так ничего и не узнает. Но как знать, вдруг на порог придет беда. Нечестно, если беда выпадет на долю другой женщины, если та обнаружит, что ее муж совсем не такой, каким представляется, это разобьет ее сердце, а Бель ей все равно. Они разделят опасность на всю жизнь поровну и станут защищаться, если злая судьба приведет полицию. Неужели он в конце концов не поймет этого? Неправда поймет. В тот самый день, когда она пришла к нему с запиской царлинга, судьба соединила их вместе, уготовила друг другу на радость и на горе. И, конечно, со временем он это поймет обязательно. Бель успокоилась, встала и налила бренди. Ты слишком угрюма, Бель. Всегда заглядываешь в темные углы жизни. Она отхлебнула глоток, безмолвно произнеся за себя, за долгую жизнь и счастье с любимым человеком. Но, отвернувшись от бара, она как будто перешла из тепла в холод под сквозняк и почувствовала, как разваливаются ее воздушные замки. Рейксу осталось ждать почти целый месяц. Если ничто не изменится, не стоит возвращаться в Лондон раньше, чем за неделю до отплытия Ке-2. Им полностью овладела деревня, мысли о предстоящем исчезли без следа. Лондон был подготовлен, продумал и ждал своего выполнения. Не стоило снова и снова ворошить его. Рейкс опять окунулся в славную знакомую жизнь, которая скоро заживет снова и до конца своих дней. Он рыбачил в Тау, Торидже и Тамаре. Однажды в прохладный ясный день он поймал трех лососей. Самый большой весил шестнадцать фунтов, морская слизь еще не успела сойти с его чешуи. Весна входила в силу. В береговых кустах звенела лазуревка. Зимородки, как пестрые метеоры, проносились среди ветвей с лопающимися зелеными почками, тресогушки кланялись и гонялись друг за дружкой по речным камушкам. Однажды вечером, стоя на берегу пруда, Рейкс заметил, как совсем рядом проплыла норка, похожая на шустрого тюленчика. Как-то ему перебежала тропинка выдра. Она остановилась, понюхала воздух, повернув мордочку к Рейксу и не спеша двинулась дальше в заросли рододендронов. Рейкс понемногу оттаял, обедал с друзьями, старался устроить так, чтобы вокруг него кипела жизнь, черпал из нее силы и утешение. Мэри вернулась, но он видел ее только раз в доме товарища. Они мило побеседовали, но было ясно, что между ними все кончено. Он был благодарен ей за то, что она сделала для них обоих, за то, что в конце концов сделал бы он сам. Альвард он уже отремонтировали, но Рейкс понимал, что не только не введет туда другую женщину, но и не переедет сам, пока скедва не будет поконченным. Иногда по вечерам, когда уходила миссис Гамильтон, звонила Белль. Обычно она медлила класть трубку, и он позволял ей болтать, сколько вздумается. В середине апреля она сказала, «Тебя хочет видеть Бернерс? Что передать ему, Энди? Когда ты приедешь? Послезавтра. Передай, что мы встретимся утром в клубе. А ко мне ты заедешь? Конечно. Мы с тобой пообедаем в ресторане». Рейкс приехал утренним поездом и встретил Бернерса за завтраком. К его удивлению в клуб пришел и Бенсон. Рейкс узнал, что вертолеты не испытали, все в порядке, машина надежная. «Сегодня мы с Манделем уедем из Англии», сказал Бенсон. «Бернерс вернется во Францию за два дня до отплытия. Если что-нибудь стрясется, если вы захотите связаться с нами, пользуйтесь номером Эпплгейта». Для страховки мы проверили двух-трех маклеров, связанных с золотом в Сити. Оказалось, на судно погрузят больше тонны слитков. Прогноз погоды вы получите в Гаври. Мы узнаем погоду в районе Бреста, и Бернерс позвонит Белль прямо на корабль. Он будет травить баланду, и когда Белли спросит, как здоровье его тети, если Бернерс ответит, что все по-прежнему, порядок, а если скажет, что она чувствует себя гораздо хуже, значит, операция откладывается. Если около полуночи погода будет дреной, то вертолет не прилетит, и вы не станете ничего предпринимать. И останусь без билета на корабле. Это не так уж серьезно, пожал плечами Бенсон. Можете сказать, что не в силах расстаться с Мисс Викерс, и предложите заплатить за билет. После завтрака Рейкс отправился на Маунт-стрит. По пути он заглянул в цветочную лавку и вошел в дом с букетом красных гвоздик. Это было выше ее сил. Он впервые подарил ей цветы, и когда после объятий и поцелуев она держала их в руках, то не могла избавиться от сладкой мысли. Развука доказала, как много я для него значу. Он скучал и хотел это сказать, но не словами, а букетом цветов. Она знала, что это розовые мечты, не больше, но наполовину веяло в них. И потому совсем раскреялась. Белль пошла на кухню, опустила цветы в вазу с водой, вернулась и поставила их на стол. Она стояла рядом с цветами и улыбалась ему, и слова, которые ей не хотелось говорить, как-то сами выплыли наружу. Они прекрасны, Энди. Словно... Словно кто-то сказал тебе обо всем. Да, знаешь, здесь просто то, ну то, чего мы хотели оба. Ты выразил этот цветами. Рейкс отнес портфель в спальню. У моего отца в беседке были гвоздики. Растил он их, растил, а потом здорово поругался из-за них садовником, бог знает почему. Они всегда ссорились из-за растений. И после отец в гвоздики не садил. Бэль поняла, что он не услышал никакого намека в ее словах. Мгновение она колебалась, открыться или промолчать. Но, черт возьми, должен же он знать. Это нужно и ему, и ей. Хорошо, пусть ей важнее. А вдруг это единственное, чего не хватало ему, чтобы понять, как он ее любит. Энди? Да? Он повернулся к ней. Я изменилась? Изменилась? Рейкс привык к ней и не увидел никаких перемен. Даже с другой прической в новом платье она оставалась той же женщины, которая была здесь сейчас, которая полагалась здесь быть сейчас, потому что все пока так и задумано. Бэль с распущенными каштанными волосами, удлиненным лицом актрисы, не красавица, но и не дурнушка, длинноногая, с полной грудью и бедрами, узкой талией, такая знакомая в постели в то же время женщина, которая своими «я думаю, ну да, но» заставляла его скрипеть зубами от гнева. «Ты прекрасно выглядишь», галантно заметил он. Бэль обрадованно продолжала, «Может быть и так, ты ведь оглядел меня с головы до пят, нужно было слушать, что я сказал, Энди». «Я сказала, мы, Энди, мы рады получать подарки от тебя, о боже, неужели тебе все надо разжевать, у меня будет ребенок, твой ребенок». Рейкс ничего не отвечал, просто смотрел на нее. Он даже не удивился, но не потому, что между делом его иногда приходили в голову такие мысли, совсем наоборот, Рейкс никогда и не думал об этом, просто в этот миг он понял, что так и должно быть. Снова та же ирония судьбы, которая начиналась с красной точки в каталоге. Его свобода и безопасность должны шататься и трястись, угрожая развалиться и держаться только на непреклонной воле. Уже не один год трудился он ради свободы, почти достиг того, чего хотел. А теперь у этой женщины будет его ребенок. Рейкс стоял, но думал не о ней, а о Мэри. Мэри должна была быть матерью его детей, а не эта безродная кляча. Боже, самая для него желанная носит в себе она, отродье без семьи, опозоренная собственным отчимом. О да, однажды ночью она выложила ему все о себе. Ее лапали дружки в общих квартирах, с нею в клоповниках спал какой-то продавец-извращенец, ею, как горничной, которая, помимо своей воли, отдается своему хозяину на чердаке, пользовался сарлинг, да и он Рейхс тоже пользовался, но вовсе не для того, чтобы она носила его семя, только не она. Он увидел, как задрожали ее губы, почувствовал в ней глупую нерешительность, гадает, не сердится ли он, все ли в порядке. Он точно знал, что она скажет, и не ошибся. «О, Энди!» Я думала, «Ну, мне казалось, ты обрадуешься! Прости, я ведь всегда предохранялась, я не вру, клянусь!» Рейхс положил свои твердые руки на плечи Белль и быстро прервал ее улыбкой и поцелуем. «Да не волнуйся ты! Конечно же, я рад!» «Неужели, Энди, ты не обманываешь?» «Конечно, нет!» «Только не вовремя все это!» «Решай сама, думаешь оставить, ну что ж, хорошо, но если ты хочешь избавиться, избавиться, если хочешь, это твое дело, но до корабля лучше не рисковать, мало ли что! Может, ты не сможешь даже ехать? Почему ты прямо не скажешь, что он не нужен тебе?» Воскрикнула Белль дрожащим от возмущения голосом, «Ведь так, Белль, я здесь ни при чем!» Первый раз в жизни разочарование и боль заставили ее закричать, «Послушай, это ты зачал его! Он твой! Нужен он тебе или нет?» «Я спрашиваю, да или нет!» «Не дури, Белль!» «Это решать тебе, а не мне!» «Послушай, я всегда был с тобой откровенен! так вот, ты мне очень нравишься!» «Если хочешь, я даже по-своему тебя люблю!» Рейхс говорил осторожно, потому что понял, вести себя нужно не так. «Но я никогда не скрывал, что не женюсь на тебе!» У нас сблизило общее дело, и между нами произошло то, что неизбежно происходит между нормальными людьми. Но в конце концов, мы разойдемся. Если хочешь сохранить ребенка, тогда я, конечно, помогу вам с деньгами. Буду рад, и если ты его сохранишь, но тебе нужно подумать и о самой себе. Появится другой мужчина, а ты с моим ребенком. Мужчина не так-то легко мирится с этим. Видишь, решать тебе, а не мне. Он подошел, обнял ее одной рукой, притянул к себе. Успокойся, Белль. Ты долго ждала, чтобы рассказать мне об этом, вот и расклеилась. Но я не должен лгать тебе. Я достаточно сильно тебя люблю, чтобы не говорить откровенно. Если ты сохранишь ребенка, я буду рад и за тебя, и за себя. Если избавишься, я тоже тебя пойму. И все же, как бы там ни было, решай сама, черт возьми, Белль, здесь твое будущее. Успокойся, не кипятись. Он поцеловал ее. И ей стало ясно. Нельзя желать того, чего не существует в природе вообще. Она получила цветы. Зачем? Но только не потому, что он понял, каково ей. Сейчас здравый смысл подсказывал, он совершенно прав, решать надо ей самой. Она дождалась от него любви, пусть самой малости, но когда Рейхс обнимал ее, утешая, Белль понимала, чтобы заглушить всякое сопротивление и разочарование, ей хватит даже этого. Вдали от него она еще могла бы держать себя в руках, но стоила Рейхсу прикоснуться, как она была готова по первому же его слову раздеться до нога и встать на голову. «Почему?» «Боже мой!» «Почему?» «Прости, Энди!» Она отпрянула от него. «Ты, конечно, прав». «А я, верно, совсем раскисло все думала, позвонить тебе или нет, да и вообще понимаю. Ты тоже прости, если я тебя обидел». В конце концов, улыбнулся он, собрав с муглой кожи морщинками у глаз. «Ничего подобного со мной никогда не бывало, но у меня тут столько всего свалилось, что к твоим словам я был просто не готов. Ты простила меня?» Бэль кивнула и снова потянулась к Рейхсу. Она прижалась к его груди и знала, чем кончатся эти объятия, но в его любовной игре не будет жестокости, только неспешная, расслабленная нежность. И она решилась. Вопреки его желаниям, вопреки тому, что после корабля он оставит ее навсегда, она решила сохранить ребенка. Будь это девочка или мальчик, у ребенка все равно останется что-то от Рейхса, и это что-то будет по-настоящему принадлежать ей. Он положил ее в постель, она закрыла глаза, чувствовала на себе знакомые руки и повторяла, «Будь довольна». «Будь довольна и малой, талихе счастья, ведь большего тебе не достанется». Так или иначе, ту дешевую жизнь, какой живут почти все, женщины переносят без лишних слов и не ходят с поздными лицами. Через два дня Рейхс уехал в Деван. Он был деликатным и нежным с Белли, но не ради предстоящего дела, а потому что, как ни странно, жалел ее. Раньше Рейхс смотрел на Белли как на средство, которым приходится пользоваться, ведь она была частью деталей возглавляемых им операций. Сначала Сарлин, теперь этот корабль. Она и сама обо всем догадывалась. Первый раз в жизни он позволил себе пожалеть кого-то, но знал, что такое роскошное для него, во всяком случае, чувство, исчезнет, как только вертолет поднимет его с палубы королевы Елизаветы-2. Однако в Деване из доброты, что проклинуло с нем, постепенно выросло новое чувство. У Рейхса всегда хватало смелости признать, что если операция провалится, он вычеркнет себя из жизни. Это непраздное упражнение в героизме. Он знал, что так должно быть и так будет. Он знал об этом, пожалуй, еще тогда, когда провернул первую аферу. Давно-давно. Но теперь, если он покончит с собой, и его кровь останется в ребенке, которого носит Белль, он не сомневался, что она сохранит его. В ребенке Белль он продолжит самого себя. Продолжит далеко не так, как ему бы хотелось. Неужели судьба снова угрожает ему? Родословная Рейхсов пойдет дальше, но через ублюдка, рожденного женщины, какую он и не подумал бы привести в Альвардон. И так ему стало ясно, что он думает о ребенке больше, чем о его матери. В Рейхсе желал упрямую уверенность, что это будет мальчик. Он уже видел, как ему потакает Белль, и как скитается с ним по углам, как его не замечает тот человек, за которого она выйдет замуж, а, скорее всего, как его балуют, но с трудом переносят ее любовники. В общем, все не так, как надо. Мысли жгли его. Все может случиться, возможно, ему и впрямь придется откланяться, оставив после себя одного лишь парня, без отца, без положения, без чувства крови Рейхсов в жилах. И ненависть к уже мертвому Сарлингу еще сильнее вскипала в нем. Еще сильнее он презирал Манделе и Бенсона, которые подняли оружие, выпавшее из рук старика, и направили ему в сердце. За три дня до отплытия он вернулся в Лондон. Белль собиралась ехать в Саутгемптон, на поезде прямо к посадке на корабль. Рейхс выйдет за день, заночует в отеле Дельфин у самого причала. Они не должны встречаться, пока он не войдет к ней в каюту перед самым отчаливанием. За завтраком, собираясь уезжать, он сказал, «Ты уже знаешь, что делать. Мы говорили об этом не раз. Волноваться не о чем. По пути в Гавр я все тебе покажу. Мы ничем не рискуем. Вокруг будут сновать люди, устраиваться, а стюарды еще не успеют запомнить пассажиров лицо. После Гавра придется быть осторожнее». Белль кивнула. Он уже прожужжал ей все уши, что она должна делать. А она верила в себя. Стоит только войти в колею, и все пойдет гладко. Сейчас она думала не о корабле. Ее заботило, что будет после Нью-Йорка. Там она проболтается с неделю, потом улетит обратно, а что дальше? Белль хотела спросить, но знала, что этим рассердит Рейкса. Она, в общем, даже радовалась, что не решается спросить, и так не хотела услышать в ответ, «Встретимся пару раз, уладим вопрос с деньгами, и все». «И наплевать мне на твоего ребенка, моя дорогая», — подумала она. Да, ребенок у нее будет. И Рейкс узнает об этом. Это поможет вернуть его, когда-нибудь. «О, Белль!» — молча ругала она себя. «Ради бога, брось эти мечты!» Рейкс встал и пошел в спальню за сумкой, в которой лежала пара новых пижам без меток, новый туалетный набор, шесть газовых гранат, ракетница и четыре патрона к ней, автоматический пистолет и маленькая отмычка на случай, если дверь каютам офицеров будет заперта. На корабле он не сможет явиться сумкой. Провожающий. И завтра утром он возьмет с Аутгемтони такси до вокзала, оставит в камере хранения сумку с одними пижамами и туалетным набором и пойдет в порт, разложив остальное по карманам, пальто и костюма. Уже в дверях Рейкс прощально взглянул на Белль и лицо его медленно украсило улыбка. Белль вспомнила день, когда увидела его в первый раз, вспомнила, как сама была испугана, как котенок, а он вскрыл письма Сарлинга и прочел его, не моргнув глазом. Она вспомнила, как, несмотря на страх, жалела его тогда и старалась посочувствовать. Зачем? Все, что ему нужно, он возьмет у других сам. Да, она любит его и попалась к нему на удочку, но она, по крайней мере, понимает это. Ему наплевать на нее, а она ведет себя, как дура. Будь у нее хоть капля здравого смысла, она бы уже садилась на поезд, следующий в сторону противоположную от Саутгемтона, с надеждой, что ни он, ни люди Бенсона ее не найдут. Уезжай. Остановись где-нибудь, будь ради ребенка и живи-поживай потихоньку со всеми своими воспоминаниями. Войдя в спальню подкрасить губы, она почти убедила себя, что именно так и поступит. На туалетном столике лежал букет красных роз, которые Рейкс как-то незаметно принес сюда. Среди цветов она увидела записку «Вам обоим. С любовью, Энди». Бэль села на кровать с листочком в руках, со слезами на глазах. «Конечно», — думала она. «Боже мой! Конечно, где-то там, в глубине души. Знает он или нет, эти слова должны быть правдой. Должны быть, должны!» Рейкс доехал до вокзала на такси и оставил там сумку. Потом на другом такси добрался до причала. В один карман пальто он положил ракетницу и четыре патрона, в другой — пистолет и три гранаты. Три оставшиеся лежали в кармане пиджака. Он не взял с собой никаких документов, кроме паспорта с американской визой. Ни на костюме, ни на белье меток у него не было. Конец второй дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение. Стояло ясное утро. Редкие облака, агонимый непрерывным западным ветром, плыли высоко над каналом. Поезд из Лондона еще не пришел, но многие пассажиры уже приехали на машинах и такси. Рейкс поднялся на причал на верхний этаж, показал пропуск и вошел в похожую на летнюю беседку предкорабельный холл. Тут Рейкс заметил, что фотограф снимает всех, кто поднимается на королеву Елизавету-2. Потом эти карточки станут продавать пассажирам. Рейкс поднял руку, словно бы внезапно засвербил нос, отвернулся от фотографа и затерялся в толпе. Он прошелся вдоль правого борта первой палубы до салона красоты и парикмахерской, а потом и до открытого бассейна. Тут он остановился, облокотился на поручень и стал рассматривать людей внизу у причала, пассажиров, поднимающихся на борт. Пришел поезд из Лондона. Рейкс стоял, смотря на толпу, старался заметить Белль и ее желтое пальто. Она любила кричащие тона. Он догадывался, что Белль изнервничала за дорогу, но успокоится, как только ступит на борт. А далеко за морем, у города Лаудак, готовится Бернерс и его команда, ждут, когда пройдет долгий день, наступит полночь, навалится тьма. Рейкс стоял бок о бок с другими людьми, но чувствовал пропасть между ними и собой. Он перестал думать, ненадолго расслабился. Рейкс оживет в полночь, когда увидит в темноте красный огонек пученный с вертолета ракеты. Рейкс оживет, холодно и уверенно пройдет через ютышканцы и поднимется к капитану. План был продуман. Рейкс был полностью уверен в нем. Он стоял, ждал Белль и даже не вспоминал о ребенке, какого она носила под сердцем. Поезд давно ушел, а Рейкс все еще толкался у поручней. Наконец он на лифте спустился на четвертую палубу, прошел вдоль левого борта, постучал в каюту Белль. Она впустила его. Рейкс обнял ее и поцеловал с теплотой, который, который не чувствовал, сказал слова, которые она ждала. А когда Белль отступил назад, он увидел, что она надела ту самую нитку жемчуга, какая была на ней в день горького знакомства. Зная Белль, он понял, что это не случайно и был уверен, что она надела эту нитку вовсе не как символ расставания. Рейкс закрыл дверь, подождал, пока она распаковала чемодан, рассовала вещи по каюте. Когда чемодан опустил, Рейкс положил в него пистолет, капсулы, ракетницу и патроны, пальто, шарф, перчатки и шляпу. Не сказав ни слова, она заперла и убрала чемодан. А теперь пойдем со мной, я тебе все покажу. Помни, на таком корабле легко потеряться, поэтому мы ограничимся только тем, что тебе нужно знать. До отплытия судно будет гудеть, как уля, и нас никто не приметит. Он быстро улыбнулся, взял ее лицо в ладони и поцеловал. Сейчас тебе уже не о чем волноваться, все пойдет как по маслу. Он потрогал жемчуг. Ты надевал эту нитку тогда, в самый первый раз? Это был плохой для тебя день. Может быть, пожал плечами Рейкс. Кое в чем. Он немного усложнил мою жизнь. Но что не делается, все к лучшему. Рейкс подошел к двери. Остановился, оглянулся. Вот что я хочу тебе сказать. Надеюсь, ты согласишься. Мне хочется, чтобы ты сохранила этого ребенка. О, Энди. Сохрани его. Мы поговорим об остальном после. Рейкс открыл дверь. Белль вышла, опустив лицо, чтобы не выдать своего счастья. Счастья, которое росло у нее на глазах. Красные розы. С любовью, Энди. И теперь вот это. О, да. Она знала, что он может быть беззастенчивым лжецом, мерзавцем, лицемером. Но не настолько, чтобы говорить такие слова, когда для операции никакой надобности в них не было. Рейкс знал, что она принадлежит ему. Не нужны и капли усилий, чтобы удержать ее у себя. Но он говорит это наперекор собственной воле. Будь терпелива, Белль, упрашивала она себя. Не торопи события, и особенно его самого. Не надо. В нем и так уже появилось что-то, и это что-то растет с каждым днем. Они ходили по кораблю. Рейкс брал ее за руку, направлял. Она слушала объяснение и покорно, выбросив из головы мысли о своем счастье, вынимала его словам. Белль знала все по бумагам, по схемам. И вот встала на палубу и видела наяву. Деревянные панели и голубой ковер, лестницы и двери-кают, кругом стюарды, пассажиры и провожающие, гудит буксир, кричат чайки, а где-то внутри корабля уже спрятано золото. По главной лестнице они поднялись на верхнюю палубу. Заглянув через перила, Белль увидела лестничную клетку глубиной почти в сто футов. Они прошли по всей палубе. Он показал ей клуб, в каюте номер 736, кафетерий, танцал, театр и квартал магазинов, двухъярусный туалет на корме. Хотя Белль знала, что никогда не взорвет гранат, и она понимала, Рейкс внушил, надо быть готовой и к этому. И она слушала, а он показывал, куда подбросить капсулы, как их взорвать и где встать, чтобы беспрепятственно уйти. Рейкс объяснял спокойно и бутнично, а рядом ходили люди, разговаривали и смеялись. Белль и Рейкс прошли вдоль правого борта до конца, а потом вернулись обратно к лестнице. «Вот твой опорный пункт», — сказал он. «Отсюда можно спуститься и на лифте до четвертой палубы, а там рукой подать до твоей каюты». «Этажом ниже — кают-компания, большая комната отдыха с окнами на бак. Там и бар есть. Если все будет в порядке, сегодня ночью ты сможешь оттуда увидеть, как поднимут золото». «Когда увидишь, что настал черед поднимать с палубы и меня, иди и спи спокойно». Он провел ее в кают-компании и показал через окно бак. Потом они пошли на первую палубу. «Здесь мы будем ждать сигнала Бернерса. Потом я уйду, а ты останешься до первой нашей ракеты. Если ее через определенное время не будет, ты знаешь, что делать». Рейкс взял Белль за руку и заглянул ей в глаза. «Не стоит повторять все снова, правда?» «Конечно, Энди». «Хорошо». «Когда отрубки взовьются одна за другой еще ракеты, выбросишь гранаты за борт, пойдешь в кают-компанию, посмотришь, как поднимают золото. И помни, после этих ракет ты выбываешь из игры. Просто плывешь в Нью-Йорк и знать ничего не знаешь, а теперь возвращайся в каюту». «Скажи Стюарду, что у тебя морская болезнь. Ты будешь отдыхать и не хочешь, чтобы тебя беспокоили первые несколько часов. Когда корабль выйдет в открытое море, я приду и останусь с тобой почти до самого Гавра. И не забывай, как мы договорились вести себя в каюте. Если при мне постучит Стюарт, мы уйдем в ванную, включим душ, ты высунешь голову из двери и позволишь ему войти». Белль нашла свою каюту без труда. Рейкс прошел в бар, где заказал бренди содовый. К полудню буксира развернули, королеву Елизавету II поставили ее кормой к причалу. Пассажиры прощались с оставшимися на берегу родными, друзьями. Заиграл оркестр. Родноцветные ленты между берегом и кораблем натянулись и в конце концов лопнули. Завыло сирен, загудели буксиры. Таксисты на берегу нажали на кнопки клаксонов. Над головой вились чайки, солнце проглядывало сквозь высокие облака, освещало белые палубные скамейки. Когда судно разворачивалось, по палубе от шлюпок в серо-зеленых шлюпбалках бежали тени. От причала уходил не просто корабль, а целый курортный город, целый мир. За соседним столиком сидел какой-то забулдыга и пил уже четвертый бренди. Скульптура владычи морей перед рестораном Британия смотрела на поворотные двери, забыв о своих древних сестрах, которые некогда стояли на бушпритах и постоянно ощущали на губах соленый привкус в море. В одной из кают люкс пожилая дама с наклонностью микрохоборки обнаружила, что все плечики в гардеробе закреплены намертво, их нельзя украсть на сувениры. Так кунардцам удавалось сохранить до 800 плечиков в год. Несколько человек, что восхищались лайнером, еще не успев ступить на борт, теперь уже ругали тусклую полувоенную форму стюардов. Куртки цвета хаки и темно-синие брюки, неуместные цветные витражи, слабое освещение и прочее. Другие скучали по аристократизму старых королев по тем дням, когда можно будет спрашивать, скоро ли наш Годрад прибудет Нью-Йорк. Люди покупали сувениры и подарки в киосках и магазинах. Четверо молились в синагоге. Маленькая очередь тянулась к картиной галереи, где висели полотна на 45 тысяч фунтов. В гриль-баре официант уже разбил фарфоровый набор для специй, сделанный по проекту лорда Куинсбери, а отпускники, любители путешествовать беззаботно, но с удобствами, уже искали уютный ресторанчик со своим парнем-барменом, чтобы не пить по вечерам в Британии. Словом, из тысяч людей, наблюдавших, как их корабль выходит из Саутгемпской бухты, а многие видели на своем веку десятки судов, старых королев, Карманию и Франконию, лишь немногие из тысяч остались к нему равнодушны и хотели бы поскорее сойти на берег. Итак, под разноголосый хор свистков, сирен и гудков лайнер развернулся к морю и начал свой первый трансатлантический рейс. А в каюте лежали три тонны золотых слитков и полторы серебряных. Подвыпивший сосед перегнулся через стол и обратился к Рейксу. Пусть они строят свои авиалайнеры и конкорды. Я люблю прочувствовать путешествие и не люблю безвкусного цыпленка в проклятом целлофановом пакете сидеть и караулить паспорт, ведь времени хватит только на то, чтобы потерять его, а на поиске уже ничего не останется. Я считаю, что судно как женщина, а джентльмен всегда должен путешествовать с дамой. Поверь мне, эта штука поистине голубых кровей, современной, но со всеми причиндалами. За нее. Он поднял стакан, увидел, что тот пуст и подозвал официанта. Белль прилегла и размечталась. Совсем забыла, зачем она здесь. Где-то в Деване стоит дом только для них двоих. У девочки будет няня. Да, первая она видела девочку, сначала ее, а потом Белль родит ему целую кучу мальчишек. Сделает все, что он захочет. Постарается не раздражать разговорами, наберет в рот воды, будет ходить в лучшие парикмахерские салоны и одежды, по уши залезет во все модное. Костюмы из Твида, простые, но дорогие коротенькие платья, а охота и рыбалка. Она научится делать ставки на скачках, драться, как тигрица. Белль открыла рот и показала потолку зубы, если придет беда. Да, она станет жить для него, а он должен жить для нее. Если он потребует ее пять раз в день или только пять раз в год, она все равно будет счастлива. Миссис Рейкс. Белль потянула к столу, включила радио, потом легла и размечталась вновь. Яркий свет, мягкая музыка, победа любви. Когда два часа спустя Рейкс постучал в каюту, она все еще грезила. У меня есть несколько бутербродов из кафетерия, сказал он. Тебе надо поесть, нельзя работать на пустой желудок. Рейкс запер дверь, снял башмаки и лег рядом. Если постучат, не забудь. Душ. Через десять минут он уже спал. Усадьба, что они арендовали, лежала милях в пяти от города Лаудак. Там стоял небольшой замок, уже немного обветшалый, он скрывался за деревьями. Позади простирала широкая долина, где и поставили вертолет. На нем не было опознавательных знаков. Его не пытались маскировать или прятать. Завтра после полудня след Бернерса уже простынет. А теперь он сидел в маленьком кабинете и смотрел в окно. В десять утра ему позвонил человек из Бреста и передал сводку погоду. Ветер Вест Норд Вест Сила Три Бала Это двадцать узлов. Перевел Бернерс стоявшему рядом Бенсона. В полдень прогноз не изменился. Облака над Нормандскими островами немного сгустились и опустились с трех до двух с половиной тысяч футов. «Где бы вы предпочли быть?» спросил Бенсон. «Здесь или там на корабле?» Бернерс улыбнулся в ответ. «Я здесь». «И он тоже, хотя никогда не видал этих мест. Но я и там, потому что он верит в меня, знает, как я буду мыслить и действовать. Мы изучили друг друга вдоль и поперек». «Но вы никогда близко не были с ним знакомы, правда?» «Зачем? Я работал с ним. Хватит и этого. Не обязательно знать, сколько у человека пиджаков в гардеробе. Что он делает сейчас?» «Спит в каюте мисс Викерс. Вы не можете этого знать. Могу». «Вы с Мандалем посвящены в дело только в общих чертах, а мы с ним не успокаиваемся, пока не разработаем план от корки до корки. С точностью примерно до десяти минут я могу рассказать вам все, что он делает на корабле. Позвони ему в половине первого и застанешь кают компании». «Вам бы близнецами быть», улыбнулся Бенсон. «А мы и так близнецы, когда работаем вместе». «Что он сделает, если вдруг придется спасаться бегству?» «У него есть американская виза. В Нью-Йорк он попадет во что бы то ни стало. Это вопрос лишь нескольких дней. Не так-то просто найти хорошо одетого зайца на огромном корабле в бесчисленных барах и ресторанах. Ловят тех, кто прячется в шлюпках. Здесь, как в лондонском клубе, стоит только поприличнее одеться и вас запросто пропустят. Ведь члены проживают и в Ирландии, и Шотландии, где-то за границей и бывают в клубе раз в год по обещанию. Если хотите, чтобы вас не остановили, запомните главное. Нужно выглядеть и действовать так, будто вы имеете полное право быть там, где вы есть. Его могут схватить? Тогда конец. Вы же слышали, что он сказал. Это не пустые слова. А вы? Бернерс засмеялся. Я очень люблю жить. Но по своим законам. В тюрьме все равно отдашь концы, так я уж позабочу, чтобы умереть на свободе. Мисс Виккерс тоже так думает? Не спрашивал, но уверен, что нет. Такие, как она, мирятся со всякой жизнью. Белль, как говорится, из топора кашу сварит. Правда, мы с ним никогда еще в просах не попадали. А вы? Бенсон крутнул золотое кольцо на пальцы. Загорелое лицо его сверкнуло белозубой улыбкой. Честно говоря, попадал. Давным-давно. Видите однажды я просидел три года в турецкой тюрьме. Получил жестокий урок. Вы случайно не задумали какой-нибудь подвох на корабле? Спросил Бернерс. Нет. Иначе я не начинал бы этот разговор. Меня интересует Рейкс. Вам операции в удовольствии, а ему нет. Это мы его заставляем. Но почему бы и ему не наслаждаться ею? У Рейкса и так уже все есть. А у вас? Как я недавно понял, моим желаниям нет предела. Они такие прочные, осязаемые, красивые, их так много. Но Рейксу нужен он сам. И не сегодняшний, а тот, каким он мог бы стать. Он считает, что сумеет прожить вторую жизнь. А у меня не хватает смелости сказать ему, что это лишь воздушные замки. В шесть часов ветер не изменился. Облака поднялись на пятьсот футов и поедели, но иногда посверкивали зорницы. В восемь часов даже раз позвонил мисс Виккерс на Ке-2 в Гавр. Из совершенно безобидного разговора она узнала, что его тетя не стало ни лучше, ни хуже. Бэль положила трубку и Рейхс сказал «Все в порядке». «А теперь поешь, не спеши. Я уже ухожу. Если случайно столкнешься со мной, не подавай вида». Через часа два заглянет Стюарт заправить постель. Шляпу, пальто и все остальное я заберу в половине двенадцатого. Без четверти двенадцать мы встретимся возле открытого бассейна на первой палубе». Рейхс провел кончиками пальцев по ее щеке и ушел. Через несколько минут он уже смотрел, перегнувшись через поручень, как с гаврского причала на корабль садятся новые пассажиры, собранные в Европе. Вдруг хлынул дождь и загнал его под навес. Рейхс купил в киоске журнал, присел на кресло на прогулочной палубе. В гриль-баре и в ресторанах люди копались в меню, официанты объясняли, что такое пелла а-ля веленциана, советовали вино, кебаб а-ля тюрк. Сотни людей развлекались. только Рейхс сидел невозмутимо читал статью о возрождающемся интересе к древней мальтийской культуре. Через час он прошел в кают-компанию. Шторы же опустили. В десять вышел на корму и, облокотившись на поручень, посмотрел, как корабль солитует гавру и медленно входит в воды Ла-Манша. Французское побережье и огни города исчезали в сгустившихся сумерках. Рейхс стоял на корме, пока холодный воздух не заставил его уйти в театральный бар и выпить большую рюмку виски. С безразличным видом мимо прошла Белль. Рейхс смотрел, как она проталкивается сквозь толпу. На ней было простое черное платье, косынка на плечах и тот же жемчуг на шее. И вдруг Рейхс загрустил. Ему немногое в ней нравилось. Он любил в общем одно ее тело, но смущенно понимал, что между ними все-таки есть еще что-то. И не только ребенок, которого она носит, и не только нить тех событий, что связали их воедино в последние месяцы. Более всего, конечно, он ценил ее преданность. Он знал, что она пойдет за него в огонь и воду, несмотря ни на что, совсем как Бернерс. Бернерс сказал бы, это от того, что они одной крови, люди вне общества. Их интересы скреплены простым желанием отличаться от других. Но самое странное, он никогда нигде не чувствовал себя чужим. Ведь люди в основе своей были такими же, как он сам. Их жизненные пути просто никогда не пересекались. Под натиском угроз, когда решался вопрос жить или умереть, большинство людей и солгут, и украдут и убьют. Честно говоря, многим это даже нужно. Вот почему люди счастливы на войне. Вот почему они бунтуют, громят стадионы и автобусы после футбольных матчей. В нем, как и во всех остальных, сверху лежат первобытные инстинкты, которые ищут предлог показать себя. Да. Бернерс одной с ним крови, так же, как и Белли. Как и любая живая душа на корабле в роковую минуту. Он еще два часа бродил по кораблю. Он не ел с утра, его тело не жаждало пищи, оно попросту умерло. Рейх стал машиной, частью плана и операции. В половине двенадцатого он вошел в каюту Белли. Молча взял шляпу, надел пальто и перчатки, потом протер ракетницу и патроны, маленький пистолет, чтобы не оставить отпечатков и разложил по карманам. Уже на пороге он сказал, я у бассейна на первой палубе. Пальто неси на руки, наденешь, когда выйдешь на корму. Возвращая снова переброс через руку, чтобы оно хоть немного скрывало твою сумку. Белли подошла к нему и Рейх не удивился, увидев в ее глазах искорки страха. Так и должно быть, но страх нужно загасить в самом начале. Энди, вдруг что-нибудь случится? Ну, я просто думаю, а вдруг? В первый раз ее путаные речи не разозлили его. Ничего страшного случиться не может. Ну, а если вот возьмет и случится? Ты придешь ко мне за помощью, правда? Если понадобится ты или твоя помощь на то, чего нет в плане, приду ли я к тебе? Ты это хочешь узнать? Он поцеловал ее и ушел. Через пятнадцать минут и она вышла на палубу. Они стали рядышком у правого борта, вглядывались на юг, в темноту, смотрели туда, откуда прилетит вертолет. Как влюбленный, он взял ее за руку и безмолвно смотрел на море. Когда корабль отплывал от гавра, ветер дул с запада, теперь же сменился северным. Какой-то глухой гул мешался с посвистом ветра, все время шипела вода, а за кормой оставался бледный светящийся след. Горстки людей бродили по палубе, от ветра они закутались пальтою и шарфы, красными мотыльками летели за борт окурки сигарет. Белль чувствовала теплоту его руки и думала, вот мы стоим, словно молодожены в свадьбном путешествии, как десятки других пар на этом корабле. Если бы не дурацкая беспутная жизнь, но ведь тогда она не познала бы его твердого недосягаемого духа. Ну и что? Ведь люди не тоскуют о том, чего никогда не имели. И она не тосковала бы о нем, как о мужчине, и о медовом месяце тоже. Белль поняла, что всю жизнь будет грустить об этом. Не о конфетти, не о приданом, не о том, чтобы поскорее уйти в каюту и в первый раз после свадьбы заняться любовью. Жизнь уже дала ей это все. Только что не за пара. Муж со спрятанным в кармане пистолетом, жена с полной сумкой дурацких гранат, которые способны умертвить толпу людей. И где-то в самом ядре этого паршивого ограбления века тонны золота. Да чего уж там, ясно. Мужчины всю жизнь стремятся только к одному, к деньгам. Женщины, дом, дети, все по боку. Все это лишь декорации вокруг позорного столба их страсти к деньгам, славе и к положению. Рейкс склонил лицо и поцеловал кончик ее брови. Сердце Белли сжалось от неожиданности. Нет, это не игра для тех, кто случайно сейчас их может увидеть. Это искреннее чувство. Оно поднялось в нем, чтобы встретить ее любовь и не что иное. Рейкс посмотрел на часы и сказал, «Десять минут первого. Они опаздывают». слова эти он произнес больше для самого себя, чем для нее. «Пусть они опоздают», подумала она, «пусть и не шлепнутся в море. Пусть она станется с ней на корабле с зайцем, сдастся и заплатит за билет. Из Нью-Йорка они уедут вместе, куда-нибудь, начнут новую жизнь, найдут самих себя, свое настоящее я. Станут уважаемыми людьми, какими хотели быть всегда». Неожиданно метрах в трехстах от корабля по правому борту вспыхнула красная ракета. Она поднялась, повисла в воздухе и вдруг исчезла, отчего безлунная ночь стала еще чернее. Рука Рейкса тотчас оставила Белль. Он сказал, «Пока будь здесь». Она кивнула, хотела прикоснуться рукой к его лицу, благословить, но он уже ушел, оставив ее одну на палубе. Теперь он двигался автоматически, неторопливо и как-то отрешенно, без всяких чувств, кроме их жалких остатков. И все же. Он прошел до главной лестницы, поднялся на бак по усланным синим ковром ступенькам. Рейкс вошел в стеклянную дверь кают компании и огляделся. Здесь почти никого не было. По короткому коридору он прошел на правый борт и без труда отпир отмычки дверь офицерской каюты. Память верно служила ему, не вызывала ностальгии. Давным-давно он уже был здесь, смотрел, замечал, готовый в любую минуту оправдать свое присутствие. Справа открытая дверь в спальню, на низком столике лежат журналы, на блюдечке чашка с кофе, слышно, как кто-то тихонько насвистывает. Миновав коридор, Рейкс провернул налево и по лестнице поднялся к каютам старших офицеров. Он прошел мимо каюты помощника капитана и оказался перед капитанской. Достал пистолет, открыл дверь, вошел и тихонько притворил ее за собой. На письменном столе лежали все те же словарики. Ручки и карандаши в вазе, казалось, не трогали со времени его последнего визита. На краю стола горела обычная лампа, еще несколько светильников над зелеными дерматиновыми креслами и банкетками тоже были включены. Слева на круглом стеклянном столике вместо светущего кактуса теперь стояла грязно-розовая азалия. В открытую дверь виднела спальня капитана. Заглянув за порог, Рейкс лицом к лицу столкнулся с самим капитаном. Тот шел навстречу, был в полной форме, но без фуражки, в расстегнутом кителе. Капитан остановился. Бородка вопросительно поднялась, и Рейкс увидел, как выросли, углубились морщины в уголках его глаз. Рейкс не раз видел это лицо на фотографиях, не раз представлял себе, как будет разговаривать с этим человеком, с этим крепко сложенным, сидеющим воинственным, умным морским волком. Удивительно мягким голосом, даже с ноткой грубоватого юмора, видимо от мысли, что перед ним какой-то глупый, заблудившийся пассажир, капитан спросил, «Так кто вы такое и что здесь делаете?» Рейкс сделал шаг в спальню и поднял пистолет. «Вы меня очень обяжете, если сядете и выслушайте все, что я скажу». Капитан перевел глаза с пистолета на шарф, закрывавший нижнюю половину лица Рейкса. И Рейксу показало, что он смотрит на него так, словно заметил на своем корабле неопрятно одетого офицера собирается отчитать его. «Я человек с серьезными намерениями, капитан», продолжил Рейкс. «Позвольте заметить, если вы откажете слушать и без всяких фокусов делать то, что я прикажу, погибнет много людей. Поэтому, пожалуйста, сядьте и держите руки на виду». Капитан не ответил. Снова взглянул на Рейкса, затем на входную дверь, не спеша засягнул мундир и сел. «Спасибо, — сказал Рейкс. «Не тратьте на меня слова. Говорите, что нужно сказать». Капитан едва сдерживал гнев. Рейкс понимал его и даже в своем бесчувственном настроении проникся мимолетной симпатии. «Шла самая сложная часть плана, потому что сейчас он разговаривал с человеком, которому испытывал величайшее уважение, хотя почти ничего о нем не знал». Рейкс говорил с капитаном в самом полном смысле этого слова, капитаном, для которого работа дороже жизни, с человеком, который вошел в коннорскую компанию 30 лет назад, служил офицером третьей статьи на Ланкастри, провел на транспортных кораблях всю войну, служил и в береговой охране, и на корветах в Северной Атлантике, и на конвоях в Россию. Его первым коннорским судном стала «Альсатия» в 1954 году, а четыре года спустя он уже командовал первым в своей жизни пассажирским кораблем «Каринтия». Потом был капитаном почти всех крупных кораблей Кунорского флота, и вот теперь он сидит здесь и его шантажирует. Его. Капитана самого современного и большого судна в мире. «В чем же дело? Вы потеряли не только самообладание, но и дар речи?» В голосе капитана помимо гнева теперь слышалось презрение. Рейхс покачал головой. «Нет. Слушайте. На корабле есть золото. У меня вертолет. Он уже кружится в трехстах метрах по правому борту, готовый поднять с бака тонну слитков. Вы распорядитесь, чтобы это можно было сделать без помех. Сначала вы попадете в ад. Если вы не починитесь, мой сообщник пройдет по барам и ресторанам, одной из палок, и множество ваших пассажиров погибнет». Капитан посмотрел на него из-под лобья, потер нижнюю губу указательным пальцем. Рейхс понял, что наступил переломный момент, когда взвешивается так много за и против лежащих глубине его Рейхса намерений, когда капитан сознает, что все пассажиры под его защитой, и что в этой защите образовалась брешь, и самое главное, начинает понимать, что его положение безвыходно. И безвыходность это сквозь словах Рейхса, и капитан должен понять, да и понимает уже, что при возмочии нельзя. И слова капитана подтверждают это. Как они умрут? Взорвутся. По крайней мере, шесть газовых гранат с пятнадцатисекундным запалом. Не буду вдаваться в химию. Эти гранаты полгода назад похитили из военного склада, но уверяю вас, что в закрытом помещении их начинка убивает почти мгновенно. Если вы откажетесь, погибнет много людей. Если я откажусь, вы погибнете тоже. Вам никогда не сойти с корабля. Это правда. И если мои догадки не верны, я готов умереть. Моя смерть никого не потревожит. А вы уже человеческих жизней. Капитан погладил бородку и произнес. Продолжайте, но покороче. Такие люди, как вы, становятся слишком обычными в этом мире, а мне неприятно вас видеть. Отлично. Золото в спецкаюте на восьмой палубе. Я сказал покороче. Не нужно объяснять мне план собственного парохода. Ключи здесь, в сейфе. Достаньте их. Сейчас мы поднимемся в рубку, и вы распорядите, чтобы корабль снизил скорость и пошел по ветру. Золото упаковано в ящики, в каждом по два или четыре слитка. Нужно, чтобы восемьдесят слитков подняли на грузовом лифте на первую палубу и перенесли на бак. Мне понадобится четыре человека таскать ящики и еще один, чтобы грузить золото в сети. Когда погрузят последний ящик, вертолет возьмет и меня. Смерть будет висеть «Значит, в отличие от вас у него есть билет?» «Вы очень быстро соображаете, капитан». Рейкс отступил на шаг. «Итак, мы готовы идти?» Не двинувшись с места, капитан ответил. «Этого я не знаю». «Что будет, если я останусь здесь?» «Что если это блеф?» «Я не блефую». Рейкс достал из кармана ракетницу. «Если через пятнадцать минут из нее не выстрелить, сообщик начнет свое дело». «Так говорите вы!» Рейкс пожал плечами. «Он понимал, что капитан должен попробовать и такую, но тоже тщетную тактику. Остальное уже не в моих силах. Не будет сигнала, взорвутся гранаты, погибнут люди. И я тоже». «А я?» Капитан кивнул на пистолет. «Нет». «Против вас лично я ничего не имею. Вы останетесь жить, ведь должен кто-то объяснить, что случилось. Объяснить, почему пятьдесят или шестьдесят жизней поставили против тонны золота». Капитан немного подумал, потом встал, надел фуражку и пошел к сейфу. Порывши в карманах, он отпер сейф, достал связку ключей, среди которых были ключи от спецкаюты. Рейкс их не видел, но знал, что ключей должно быть три, один для главного замка и два для дополнительных. Бернерс исчистывал любопытство, ухитрился узнать кое-что и о спецкаюте. «На первой палубе лифт заперт на засов с висячим замком», сказал Рейкс, «я думаю то же самое и на восьмой палубе». Капитан повернулся, вздернул косматые брови. «Жаль, что вы не занялись чем-нибудь более стоящим. Эти ключи у капитана второго ранга. Он проследит за выгрузкой золота. Лично я хотел бы отвечать за поджог дома, в котором оказались бы вы». Капитан двинулся к двери. На полпути он остановился, повернулся к Рейксу, кивнул на пистолет. «Уберите его, я не собираюсь идти к себе на мостик под прицелом». Рейкс сунул пистолет в карман. Больше не взглянув на него, капитан повернулся и переступил порог. Рейкс пошел сзади по узкой лестнице вдоль левого борта ко входу в рубку. В рубке горело несколько ламп под абажурами. Рейкс увидел четверых моряков. Капитан первого ранга с белым шарфом на шее стоял у приборов. Капитан третьего ранга склонился над столом, наносил на карту координаты. Старшина рулевой стоял за штурвалом, а Юнга протирал в рубке окна. Капитан первого ранга повернулся к вошедшим. При виде начальника в его глазах мелькнуло удивление. «Доброе утро, мистер Дормер», сказал капитан. «Доброе утро, сэр». «Мистер Дормер, я не могу представить вам нашего гостя. Скажу только, что меня огорчило его появление. Из-за него на судне создалось такое положение, что могут пострадать многие пассажиры. Поэтому я должен просить вас выполнять все мои приказания, какими бы странными и противоестественными они вам не показались. Понятно? «Да, сэр». Рейкс почувствовал на себе взгляд офицера. Капитан подозвал Юнгу. Обращаясь к Рейксу, он сказал «Дайте ему ракетницу». Рейкс достал ее из кармана, зарядил и подал Юнге. «Выйди на мостик и выпусти ракету», приказал капитан. «И повыше», добавил Рейкс, «прямо вверх». Несколько минут спустя Белли, стоя на палубе, увидела, как вспыхнул высоко в темном небе зеленый огонек. Не отступавшая ни на шаг тревога вдруг оставила ее. Она отвернулась от поручни и закурила сигарету. В четверти мили от корабля на трехсотметровой высоте Бернерс и его напарник тоже заметили вспышку. Напарник нагнулся к Бернерсу и, силе заглушить шум винтов и газотурбинного двигателя прикричал ему в ухо, «Слава Богу! Знаете, никогда не думал, что это сумасшедший трюк удастся!» Бернерс молчал. Он смотрел на огоньки мачтки два, которые, казалось, парили в темноте и, когда вертолет немного качнулся, заметил красный фонарь на мостике. От кормы до рубки лайнер блистал огнями кают и ресторанов. Они сияли в ночи, как драгоценные камни. В это время Рейкс неподвижно стоял на мостике, безжалостно заглушив себе все чувства, но все-таки шаг за шагом неумолимо шел к цели, что поставил перед собой несколько недель назад. Бернерс взглянул на часы. До того, как первые слитки вынесут на палубу, оставалось еще добрых двадцать минут. Не дожидаясь возвращения Юнги, капитан подошел к Дормеру. Рейкс двинулся за ним, но остановился в нескольких шагах, чтобы видеть сразу всех четверых. Он заметил, что капитан третьего ранга смотрит на него с каменным выражением на лице. Старшина рулевой даже не взглянул. Они все понимают. Случило что-то неприятное, подумал Рейкс, но их сдерживает капитан силой своей власти, а его силой шантажа держу я. Люди сами себе выковали цепь из твердой стали приказов и уважения к власти. Мистер Дормер, сказал капитан, приготовьте двигатели к остановке. Передайте в машинное отделение. Да, передайте. Видимость ухудшается, и мы немедленно снижаем скорость. Слушай, сэр. Офицер взял с полки микрофон. На миг его взгляд упал на Рейкса, и он едва заметно скривил рот с воинственным выражением. Потом сказал микрофон. Машинное отделение, говорит капитанский мостик. Из-за плохой видимости мы переходим на дрейф. Вернулся Юнга. Рейкс шагнул к нему и протянул руку за ракетницей. Снизи скорость до маневровой. Слушай, сэр. Дормер потянулся к панели и нажал кнопки остановки двигателей. Через несколько секунд, когда машинное отделение повторило приказ, запищал зумер. Рейкс услышал какой-то стук за спиной и вспомнил из своего предыдущего путешествия, что это пищатующее устройство фиксирует содержание и время приказа. Дормер скомандовал микрофон. Снизить ход до маневровой скорости. Сто оборотов. По системе связи Рейкс услышал, как механик повторяет приказ. Хорошо. А теперь командовать буду я, мистер Дормер, произнес капитан. Рядом есть какие-нибудь суда? Нет, сэр. Корабль по правому борту пройдет в трех милях от нас. Мы идем курсом 270 плюс два градуса поправки. Капитан кивнул и приказал. Оба двигателя на малый ход. Двигатели на малый ход, сэр. Когда приказ выполнили обороты упали ниже отметки 100, из трубы наверху гулка вырвался пар. Каково направление ветра? Спросил капитан сквозь гул. Вест норд вест сила три балла, сэр. Капитан повернулся к рулевому. Курс 2.80. Рейкс почувствовал, как корабль развернулся на новый курс. С какой скоростью мы теперь идем? Спросил он капитана. Не взглянув на него, тот приказал. Ответьте ему, мистер Дорман. Мы делаем 60 оборотов, произнес офицер, около десяти с половиной узлов. Я хочу, чтобы включили освещение бака, сказал Рейкс. Не обращая на него внимания, капитан повернулся к другому офицеру и приказал вызовите капитана второго ранга. Прикажите ему немедленно явиться на мостик. Затем вызовите разводящего и вахтенного. Они вместе с пятью матросами должны ждать у спец каюты. Рейкс заметил, как офицер, услышав последнее слово, бросил на него бесстрастный взгляд. Есть, сэр, ответил капитан третьего ранга и двинулся к телефону, миновав Рейкса. Он прошел совсем рядом, но не взглянул на него, не обратил никакого внимания. Рейкс понимал и этого офицера, и остальных в рубке. Его заклеймили и объявили вне закона. Подчинялись ему только потому, что выполняли приказы капитана, и объяснять эти приказы им было уже не нужно. Но подержи их под прицелом еще пару часов, и кто-нибудь, возможно, из глупого геройства попробует разрушить его план, а до конца еще далеко. Мистер Дормар, включите освещение бака, приказал капитан. Офицер подошел к щиту в другом конце рубки и повернул рубильник. В центральное окно Рейкс увидел, как озарился ярким светом бак. Из вертолета Бернер заметил, как переместились огни корабля, когда судно изменило курс и уменьшило ход. Бернер увидел, что включились огни на баке. Напарник за спиной прокричал, «Все идет как по маслу! Вам лучше пристегнуться, когда мы снизимся и начнем поднимать золото, выпасть из люка проще простого!» Стоя у бассейна на первой палубе, Бэль почувствовал, как поворачивается и останавливается судно. Услышала шум пары из трубы и догадалась, где-то там, внутри корабля, события разворачиваются именно так, как хочет Рейкс. Было поздно, публика разошлась, и Бэль осталась на палубе одна. Она бросила сигарету за борт и скрылась в тени у входа в каюты левого борта. Капитан второго ранга, немного заспанный, его подняли с постели, стоял на мостике. К нему обращался капитан корабля. «Всякие вопросы сейчас неуместны. Мои приказы связаны с безопасностью наших пассажиров», говорил он, «Разводящий вахтенный и пятеро матросов стоят у спецкаюты». «Мне нужно», он бросил взгляд на Рейкса, «восемьдесят золотых слитков». «Вот что мне нужно. Выгрузите их как можно быстрее». «Сорок ящиков по две штуки в каждом, поднимите их, пожалуйста, лифтом номер один на первую палубу, перенесите на бак», добавил Рейкс. Какой-то миг офицер колебался, даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но вовремя передумал. «А капитан уже повернулся к Дормару». «Отдайте рацию капитану второго ранга, мистер Дормар». Капитану второго ранга он сказал, «Доложите мне, когда груз будет на первой палубе». Дормар достал две рации. Одну он отдал капитану, тот заснунул ее в карман. Это было то самое устройство, которое несколько недель назад дружескально настроенный офицер показал ему на корабле. Назывался оно «Сторнофонс номер пять», с передачей и приемом на расстоянии до двух миль. Капитан второго ранга ушел. Другой офицер стоял у окна и смотрел на освещенный бак. Рулевой, словно бело-голубая статуя, не отрывал рук от штурвала, а Юнга снова и снова водил тряпкой по одному и тому же месту. Он тоже понимал, что дела идут не так, как надо, но это почти не трогало мальчика, он все еще с удовольствием вспоминал, как стрелял из ракетницы. Капитан, не обращая внимания на Рейкса, подошел к карте и вместе с капитаном третьего ранга уточнил координаты корабля. Первый раз в жизни Рейкс испытал весь ужас одиночества, лед его объятия. Они были холоднее его собственных раздавленных чувств, это был нарочитый и унизительный холод. Каждый, кто находился на мостике, преданно служил своему кораблю и пренебрегал Рейксом. Они были вынуждены терпеть его присутствие, но уже забыли о нем как о личности. Он стал для них насильником, разрушителем той гордости, что наполняло их жизни. Они уже не смотрели на него, а когда слушали, воспринимали только голос, не замечая человека, который стоял за ними. А ведь Рейкс когда-то считал, что любил одиночество. Но то было милое сердце, одинокое времяпровождение у реки, одиночество собственной привязанности к мести за отца и возвращению в Альвартон. Теперь он понял, что это не одиночество в полном смысле слова. Отчуждение вот оно здесь, на корабле. Рейкса неожиданно осенило. Если бы рядом с ним сейчас оказались его братья, слышали и видели бы все, узнали то страшное богохульство, какое он проповедует, то и они отвернулись бы от него. Заклеймили бы имя Энди вечным позором. Первый раз в жизни он презирал и самого себя, и свое дело. Он понял, что стал злой пародией на человека, хотя душил и гнал от себя эту едва зародившуюся мысль. Чтобы хоть как-то разбить лед, окружавший со всех сторон, он сказал, что хочет спуститься вместе с капитаном на бак, и был поражен, столь сильно изменился его голос. Капитан не повернул к нему головы, никак не выказал, что услышал его. С таким же успехом можно было обращаться к мертвецу. Рейкс ободрили слова, которые он вдруг услышал по рации. Мы в спецкойете, сэр, уже грузимся. Капитан поднял передатчик и ответил, очень хорошо. Потом он подошел к Рейксу, встал перед ним, прищурив с презрением глаза, да так сильно, что они почти исчезли с его лица, и произнес, вам больше нет нужды околачиваться на моем мостике. Мы спустимся на палубу. Он обернулся к капитану первого ранга. Возьмите управление на себя, мистер Дормаш. Слушай, сэр, держите с этого курса и скорости. Рейкс, теперь уже почти не в силах сдерживать свою ярость, сказал, когда слитки будут на палубе, нужно выпустить две ракеты. Не вымолвив ни слова, капитан протянул руку. Рейкс вложил в нее ракетницу и два патрона. Тот подошел к капитану третьего ранга. Когда первые слитки доставят на палубу, выпустите две ракеты с левого крыла мостика. Есть, сэр. Капитан вернулся, прошел мимо Рейкса. Уже у порога он, не обернувши, сказал, ваши сигналы будут поданы. Рейкс последовал за ним. Через кают офицеров они вышли главной лестницей, миновали клуб и опустились на первую палубу. Два-три пассажира с любопытством взглянули на них. Двери лифта на первой палубе были уже открыты. Трое матросов под наблюдением вахтенного выгружали деревянные ящики. Рейкс и капитан прошли мимо них, не сказав ни слова. Рация в руке у капитана ожила, когда они переходили на правый борт вдоль кают команды. Говорит капитан второго ранга, первые ящики на палубе, сэр. «Благодарю вас», ответил капитан не останавливаясь. Рейкс для него словно не существовал. Они повернули в коридор, прошли мимо комнаты стюардов и через железную дверь попали на бак. Ветер и мелкая дождь ударили им в лицо. Слева за ними в небо взвела зеленая ракета, потом другая. Внутренний голос холодно подсказал Рейксу. «Все идет так, как и должно быть. Не думай о людях. Не позволяй этому типу, что безмолвно осуждает тебя, задеть твои чувства. Это не ты. Не ты ходишь и командуешь здесь, а просто человек, которого заставили. Через несколько часов ты снова вернешься к желанному одиночеству». С первой палубы Белль тоже увидела, как в небе вспыхнули два зеленых огня. Она уже не чувствовала ни беспокойства, ни облегчения. Все прошло так, как говорил он. Обдумать план, а потом выполнить его, вот главное достоинство Рейкса. Он знает, как захватить и удержать людей, как сделать их игрушками в своих руках. Есть ли у него настоящая нежность, та, что кормит и растит любовь, любовь к ближнему, к ней? Сейчас, может быть, и да, потому что все гладко подходит к концу, и, возможно, потом то, что росло в нем, распустится и быстро засветет. Боже, она так на это надеется, так надеется. Белли повесила сумку на поручень, открыла ее и одну за другой выбросила гранаты за борт. Потом поднялась на верхнюю палубу и пошла в кают-компанию. Ей не придется поднимать шторы. Две занавеси были уже вверху, у окон собралась горстка людей, они смотрели на бак. Белли сразу узнала его, высокого, в шляпе, пальто чуть-чуть шевелил ветер. Вертолет качался над палубой, шум мотора и винта проникал в каюту. Она увидела матросов, сгибающихся по тяжестью ящиков с золотом троих офицеров. Одного невысокого с четырьмя кольцами на рукавах кителя она узнала. Это был капитан. Что такое? Спросил кто-то. Что случилось? Похоже на аварию. А может, рекламный трюк? Ночью и без кинокамер? Как вы думаете, бармен? Бармен подошел к окну, посмотрел и сказал. Кто его знает? Во всяком случае, ничего страшного. Вон капитан и офицер безопасности. А кто этот в штатском? И что это за ящики? Белли могла бы им все объяснить. Но, выглянув в окно, она поняла. У нее не хватит духу даже смотреть. Вот он стоит в мыслях своих за тысячу миль от нее. А когда его поднимут на вертолет, эта тысяча превратится в две, в три, в бесконечность. Он улетит. И она никогда его больше не увидит. Этот приговор настолько тяготил Белли, что она не находила сил ждать его исполнения. Лучше уж уйти в свою каюту с тщетной надеждой, чем на всю жизнь запомнить, как его уносят с палубы прочь из ее жизни в темноту облаков. Она отступила от окна и пошла к себе. Ящики лежали у основания теперь убранной складной мачты перед цепями двух поднятых якорей. Гертолет, висевший над палубой, заглушал все звуки. Взглянув вверх, Рейкс увидел, как открывался боковой люк. Оттуда высунулась стрела лебедки, на несколько футов спустился трос. Незнакомый ему человек показался в проеме люка и сбросил сеть. Трос начал медленно разматываться, тихонько покачиваясь на ветру вместе с вертолетом. Когда он спустился ниже, Рейкс заметил, как мелькнуло у люка лицо Бернерса. Они узнали друг друга, но вида не подали. Стоявшему рядом капитану Рейкс сказал, в каждую сеть не больше двадцати слитков. Не обращая на него внимания, капитан повернулся и кивнул офицеру, когда понял, что тот слышал слова Рейкса. «По десять ящиков, ребята, береги с троса!» Матросы расстелили сеть, сложили в нее ящики, потом подтянули концы к середине и надели на крюк троса. Рейкс вскинул голову, поднял руку. Трос натянулся, сеть поднялась с палубы. Главный винт вертолета закрутился быстрее, сорвал ветром с матроса без козырку, она покатилась по палубе, как белое колесико. Капитан первого ранга мистер Дормер смотрел вниз на палубу, не сводил глаз с Рейкса и думал, почему они не растерзают этого мерзавца. Один из девак сказал у окна кают компании, «Клянусь, в этих ящиках золото, как вы думаете, они не налетчики? Что, вместе с капитаном и офицерами? Вы с ума сошли? А этот парень в штатском, у него же лицо закутано шарфом. Зубы, наверное, болят. Никаких опознавательных знаков на вертолете. Когда сеть поднялась до уровня люка, стрела повернулась. Бернерс и его напарник взяли за сеть, раскачали и втащили ее в вертолет. Точно же на палубу упала другая, матросы стали ее нагружать. Рейкс посмотрел на часы. Бернерс опережал самое лучшее время, на какое он только мог надеяться, и почти все ящики уже были доставлены из спецкаюты. А Юнга смотрел центральное окно рубки, рассеянно водил тряпкой по стеклу. В 50 метрах почти на одном уровне с ним висел вертолет. Мальчик даже заглядел пилота за приборами и двух человек с сетью. Юнга был не глуп и ему захотелось узнать, кто управляет лебедкой. Когда трос спустился в третий раз, он заметил, как двое в кабине заняты нагруженной сетью, они складывали вторую партию ящиков. Трос они не трогали, значит, лебедкой управлял пилот. Порыв ветра оставил на стекле капельки дождя. Без всякого приказа Юнга включил щетки. Стало видно получше. А в каюте у Бель давно уже побывал Стюарт и заправил постель. На кровати лежала ее ночная рубашка. Она была шита из шелка огненного цвета, очень коротенькая, с маленькими трусиками в передачу. Белли купила гарнитур в поездку, но Рейксу не показывала. Она разделась. Потом встала у зеркала. Еще не видно. Или уже. Может быть немного, но это ее не портит. Так сначала и бывает. Говорят, что-то особенное появляется. Ну что ж, кому как, но ей нужно нечто особенное, чтобы добиться своего, только не снаружи, а внутри, то, что удержит его тогда, когда постель будет бессильна. Белли потрогала руками живот и подумала, что скоро он начнет расти. Рейкс сказал, что хочет ребенка, а это наверное что-нибудь дозначит. Она потянула за рубашкой трусиками. Цвет возможно кричащий, но черт возьми, разве не это нравится в постели мужчина. Бернерс вспотел. В нем была сила, присущая всякому невысокому жилистому мужчине, но чтобы таскать тяжелые ящики, рассовывать их по углам, оставляя место для других, приходилось отдавать ее всю без остатка. Пот капал с бровей и застилал глаза. Оглушительно ревел мотор. Дождь усиливался, хлестал в люк все чаще и чаще, палуба внизу гладко блестела от влаги. Поднималась четвертая и последняя сеть. Он и без часов знал, что они успевают. Час на обратный путь, потом, не теряя ни минуты. К шести утра он уже полетит на юг через Нант в Лимош. Бернерс вспомнил о подсвечнике тринадцатого века, который видел в каталоге. Прекрасно. Так много прекрасных вещей он хотел бы иметь. Будет иметь. Может быть, он вообще не то, что Рейкс, Англия это по нему. Река, все эти рыбалки и толпы чиновников, которые все больше и больше садятся на шею. Он посмотрел вниз на Рейкса сквозь поднимавшуюся сеть. Всю операцию тот простоял вот так, рядом с капитаном, который наполовину засунул руки в карманы, кители, ни дождь, ни ветер ему не страшны. Рейкс, поднимавший руку всякий раз, когда можно было тянуть сеть наверх, и все сработало как часы с той же точностью, с какой работали их мысли, его и Рейкса. Ведь так легко управлять людьми, обводить их вокруг пальца и грабить. Они ничего не подозревают до самого конца, а потом проклинают себя или удивляются, как их угораздило попасться на удочку. Сеть поравнялась с люком, стрела повернулась внутрь, когда сеть втащили, напарник Бернерса выдохнул, слава богу. Тяжелая работа не по мне. Отцепляйте сеть и надевайте на крюк ремни, мы спустим трос за ним на палубу. Мистер Он, да? Ни имен, ни прозвищ. Бернерс отвернулся, склонился над сетью освободить крюк, и в это время напарник отстегнул ремни Бернерса. Тот услышал щелчок и поднял голову. Напарник держал пистолет в футе от его глаз. Прости, друг, но приказ есть приказ. Бернерс не успел даже двинуться с места. Он лишь понял, что это конец. Что мечты о владении прекрасными вещами должны разбиться об палубу у ног Рейкса. Человек нажал спуск. Пуля попала Бернерсу прямо в висок. Выстрелом его отбросило назад, он наполовину выпал из вертолета. Человек поднял ногу, вытолкнул тело из люка и, держа за борт, посмотрел, как оно падает вниз. Бернерс летел, раскинув руки и ноги. Он ударился об ухту якорной цепи, сломал на нее позвоночник и повис на ней. Обезображенное лицо повернулось кучке матросов, что стояли метров четырех, ремень его сбруя покачивался на ветру, едва задевая палубу. Вертолет, наполнив ночь ревом, быстро взмыл вверх и полетел на юг. Холод исчез. Самобладание осталось. Рейкс в один миг оценил происходящее. Сначала он просто пожалел себя, потом удивился, а потом вообще перестал что-либо чувствовать. Его положение изменилось. И он мгновенно сориентировался, сообразив, что делать, увидев обезображенное лицо, тело, похожее на словную куклу ремни, вяло качавшейся в воздухе. Еще никто не успел двинуться с места или хотя бы скрикнуть от ужаса, а он уже выхватил пистолет и помчался прочь. Он пробежал мимо кают команды, резко повернул направо маленький коридор, на ходу сорвав себя пальто. Сбегая по лестнице на вторую палубу, он перебросил пальто и шляпу через перила, они упали на самое дно клетки. Человек, бегущий в пальто и шляпе, был бы подозрителен. Он сорвал с лица шарф, положил его в карман вместе с пистолетом и выскочил на вторую палубу, перешел на шаг. Теперь он уже пассажир. Пассажир, который поздно ложится спать. Он успокоился и по средней лестнице, не торопясь, спустился на четвертую палубу. Он даже не спрашивал себя, куда идет. Ему надо скрыться на какое-то время, получить пристанище, а это мог дать ему только один человек. Он прошел по коридору вдоль борта, повернул налево и оказался в маленьком тупичке у двери каюты Бель. Только сейчас, когда он прошел весь длинный коридор, повернул в этот закуток всего с двумя каютами 40.02 и 40.04, его беспокойство немного улеглось. В эти мгновения, когда за дверью ждет Бель, а времени второй час ночи, Рейх сможет собраться, отбросить животное желание бежать, бежать, сломя голову, может заставить себя идти неспешным прогулочным шагом. Он прислонился к стене, провел рукой по лицу, и с изумлением обнаружил на лбу крупные капли пота. Что же делать? Бернерса застрелили и сбросили с вертолета. Он сам слышал выстрел сквозь шум винтов, своими глазами видел разбитое пули и лицо Бернерса. Их предали. Произошло единственное, чего они не учли в своих планах. Мы с Бернерсом, горько подумал он. Единственное, о чем они никогда не задумывались. Их обвели вокруг пальца так ловко, как они сами раньше обманывали других. Там, на палубе, он испугался и побежал. Он сумел преодолеть страх, хотя бежал сюда, к единственной возможности спастись отчаянно и бессознательно. Теперь, когда первый испуг исчез, он спрашивал себя, имеет ли право пройти несколько шагов, открыть дверь и предать Белль. Он сделал ее сообщницей, и она ни разу не подвела его. Есть ли у него право снова пользоваться ею? Он не должен задавать себе этот вопрос, потому что заранее знает ответ. Она любит его и ни в чем ему не откажет. Но сегодня на палубе он впервые познал свою настоящую душу. Увидел, как относятся к нему люди, ему стало казаться, что, несмотря на всю силу воли и самоуверенность, его время, видимо, уже истекало, конец был рядом. И причина этого в его теперешнем состоянии оказалась очень простой. Не только люди, но и боги отвернулись от него. Людям трудно было поколебать его высокомерие, но вот бороться с богами, когда они решили оскорбить его и унизить, сначала с той маленькой, точкой, а теперь с неожиданным предачеством Мандали, дело другое. Они позволяли ему вплотную приближаться к своим желаниям, а потом отбрасывали назад. Сейчас они снова осаждали его, требуя, видимо, какого-то настоящего раскаяния, какой-нибудь искренней, жертвы, полной и всеобъемлющей. У него еще остались ум, сила и хитрость. И хватит, чтобы вырваться из этой рожденной морем ловушки, но они не смогут отвезти от него меч, от вернувшихся богов. И так, на пороге каюты Белль он понял. Нет, в нем закричал инстинкт предков, их суеверий, что он должен принести жертву богам, если хочет их покровительства. И такую жертву, от которой нельзя отвернуться, которую нельзя сбросить со счетов. Ее надо принести. Один раз и в веки веков. И понемногу, будто кто-то незримо диктовал ему свои условия, зрела мысль. Рейкс начинал понимать, что это за жертва. Женщина в каюте носит его ребенка, желанное продолжение крови Рейксов. Ребенок должен открыть глаза к январским снегам и морозам, увидеть бесконечные тучи над равнинами Девона, услышать, как тихими ночами плещутся в воде лосось и форель. Они тоже черпали силу от предков, из торфяных болот, из узких мелких речек, из соленых морских рукавов, спокойных, холодно-зеленых, плодородных атлантических глубин. И копить эту силу стало их единственной целью. Ребенок. Желанный не ему, а ей. Но жертву надо принести, и Рейкс принесет ее. Положит на алтарь богов. Дайте ему выбраться отсюда. И он возьмет эту женщину, женится на ней, полюбит ее так, как только способен. Приведет ее в Альвартон как хозяйку, жену и мать. Станет охранять и защищать, будто выбрал ее по собственной воле. Так и будет. Обед дан. Выбор сделан. Сделан. Рейкс открыл незапертую дверь. Он вошел в освещенную каюту, повернулся к кровати, где лежала Белль. Зглянув на нее, он тотчас понял, что его жертва отвергнута, и что он, Эндрю Рейкс, обречен, потому что пришел слишком поздно. Белль лежала на спине, наискось в разобранной постели. На ней были одни оранжевые трусики. Голова ее чуть-чуть повернулась на бок, правая грудь немного осела на согнутую руку. Вытянутая левая рука с раскрытой ладонью свешивалась кровать и точно расслабилась во сне. На полу, словно багровый могильный холм, лежала ночная рубашка. Свет оставлял густые тени в лабиринте ее складок и морщин. Каштановые волосы были на ночь схвачены красные ленты на затылке, глаза открыты, а в сантиметре над переносицей, точно посередине лба, маленькая дырочка. Тонкая полоска, теперь уже свернувшись о крови, тянулась к брови. Рекс поднял глаза и даже не попытался вынуть из кармана пистолет. Спиной к иллюминатору стоял человек. Высокий, серо-белые волосы и сгорбленные плечи, густые брови нависли на глаза. Он стоял, держа в руке пистолет с глушителем, в петлице у него была белая гвоздика. Не шелохнувши стоял он, на Рейкса смотрело кривоносое лицо, бледное, будто вылепленное из гипса. За что? Голос Рейкса прозвучал хрипло и вымученно. За то, что она принадлежала вам, так же, как и Бернерс, ответил Мандель. Не думаете же вы, что я просто предал вас? А я доверял вам, работал на вас и, как всегда, безукоризненно. Я сел в гаврии, все видел, смотрел с восхищением. Тогда за что же нас убивать? За что? Мандель шагнул вперед. Он хорошо понимал потрясение Рейкса, понимал горе и отчаяние, сковавшее его тело, понимал, наверное, то, что сейчас Рейксу как никогда в жизни нужно человеческое сочувствие. Мандель приставил пистолет к его груди, залез к нему в правый карман и вытащил пистолет. Отступив назад, он положил оружие Рейкса к себе в пиджак, встал в тени между шкафом и дверью в ванной. За Сарлинга, ответил Мандель. Взгляните в лицо мне, и вы увидите, как он должен был бы выглядеть. У нас было семеро братьев. Каждый пошел своей дорогой, но однажды он помог мне вступить на мою, а потом, если требовалось, я тоже ему помогал, но в его дела не вмешивался. Между нами единственными братьями в семье царила любовь. Из любви к нему я и начал мстить. А сейчас жалею только, что не смог убить Бернерса сам. Но с женщиной покончено, теперь ваша очередь. Она ведь носила моего ребенка. И Рейкс понял, что замедленно умирающую маленькую жизнь ребенка он убьет Манделя. Убьет. Во что бы то ни стало. Она помогала убить моего брата. Ваш брат напрашивался на смерть с самого начала. У него была мечта. Это грязная мечта. Это его мечта. Вопрос стоял так, чья мечта победит, его или моя? Его мечта недостойна человека, как недостойна ваша любовь к нему. Вы могли бы уничтожить меня давным-давно и без всяких фокусов. Могли бы посидеть Белли Бернерса, убить только меня, но вы хотели золото получить. Вы смыслите в любви еще меньше, чем я. Мандель, Сарлин, дерьмо все это. Рейкс плюнул ему под ноги. Мандель улыбнулся, его лицо ожило, он сказал, мой брат меня бы понял. Его девиз не важно, чем заниматься, важно извлекать выгоду. Прощайте, Рейкс. Рейкс прыгнул вперед одновременно с выстрелом Манделя. Пуля попала ему в левое предплечье. Падая, когда разум заслал красное пламя потрясения и боли, Рейкс выбросил вперед руки и уже почти лежа успел схватить Манделя за колено, пальцы в пересткань и твердую плоть. Он тянул их к себе, в одних лишь руках он держал смысл всей оставшейся жизни. Рейкс услышал второй приглушенный выстрел и словно со стороны почувствовал, как дернулось его тело когда пуля пробила спину над левым бедром. Ну и Мандель упал. Рейкс притащил, притянул, приволок его к себе. Ослепнув на мгновение от боли, он схватил Манделя за туловище, царапал, искал и наконец нашел ее, тощую, твердую, от напрягшихся связок теплую шею. Пальцы Рейкса сомкнулись на горле врага, сжали его. Сильные пальцы, сильные руки, они поднимали его на деревья, а ветки бешено раскачивались у карнизов Альвардена. Руки эти грузили мешки зерном, обуздывали лошадей, без устали пилили дрова, гребли по озерам целые мили против ветра, а теперь все крепче и крепче, сжимая горло, выдавливали из Манделя жизнь, и тело врага билось и извивалось, как бьется и извивается форель, когда срывается с багра в лодку, и вдруг противник обмяк, затих, перестал сопротивляться. Рейкс лежал тяжело дыша, ковер у его губ намок от слюны. Наконец он открыл глаза и снова увидел вражеский мир койоты. Рейкс поднялся, вынул пистолеты из руки Манделя, и чтобы не оставить никаких сомнений, времени у него было мало, дважды выстрелил туда же, куда стреляли по Бернерсу и Белль. Бросив оружие на пол, Рейкс думал только об одном. Как уйти чистым, не оставить следов, которые могут привести к Альвартону? Круто покончить со всем, что напоминает о Рейксах, о его семье, о предках, покончить так, чтобы никто не нашел от этого выгоды. Чувствуя, как засыхает под одеждой кровь, он подошел к столу, нашел бумагу, достал из сумки Белль шариковую ручку, а боги, отвернувшиеся от Рейкса, не упустили последнего случая посмеяться над ним. Ручка писала, пастой такой же красной, как и его собственная кровь. С трудом он вывел от вашего непрошенного гостя. «Передайте французским властям, что золото доставят в замок Мириа, который у города Лаудак в Британии примерно через час. Сведения достоверные, каюта 40-04». Чувствуя, что силы покидают его, Рейкс сложил записку в четверо и сверху надписал капитану Уильяму Уорвику «Срочно!» Потом он встал и подошел к Белль. Не выпуская из рук бумагу, он посмотрел на девушку, нагнулся, поднял мертвую, но еще теплую руку и поцеловал ее. Теперь Рейкс понял. Не зная, как можно любить ее той любовью, какую она питала к нему, он взял бы ее в Альвардон, лелеял бы ребенка, и это стало бы для нее самым большим счастьем, какое она вообще могла бы обрести в жизни. Он повернулся к полочке над зеркалом и вызвал звонком стюарда. Потом вышел в коридор, засунул записку в дерную щель около ручки так, чтобы ее нельзя было не заметить. Рейкс пошел по главному коридору правого борта. Хотя кругом размещались каюты, коридор, как ни странно, был пуст. А розыски уже, наверное, шли по всему кораблю, и эфир забивал радиограммы. Младший офицер безопасности руководил проверкой всех баров и ресторанов, кафе и шлюпок, разводящий приказал стюардам негласно обыскать как можно больше кают. Но Рейкс не боялся, что его обнаружат. Ведь он с трудом волоча ногу шел под покровительством тех, которые десять минут назад отвергли его запоздавую жертву. Он миновал узкий безлюдный проход между каютами, прошел в ближайший к корме и ступил в ночь под мелкий дождь на палубу у бассейна. Рейкс остановился у поручни. Он стоял один, но с ним были мысли об Эль и Бернерсе. Потом они исчезли, когда темная вода, что плескалась о борт, напомнила ему о себе. Им овладело какое-то непонятное счастье и великое спокойствие, и он перегнулся через поручни, перевалился через них. Падая Рейкс услышал голос отца, донесшийся из прошлого, мягкий терпеливый голос, он произнес, если будешь бороться с водой, она станет тебе врагом, поддашься, и она станет другом. Рейкс упал в воду, поддался ей, его отнесло прочь, течение вскоре успокоилась, и он безропотно пошел ко дну. мягкий тюрьме, перехал, к и он успокоилась, к он Продолжение следует...